ПОДЁЕМ Восемь часов тридцать четыре минуты, четверг, тридцатая декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. И это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Настя, уже все, уже празднуем или чего? Новый год-то? Понимаешь, мы с тобой работаем, работаем, работаем. А ведь люди же не работают нифига в основном. Уже? Да, в основном люди, да, предались праздности. Да, пороху всевозможному. Вчера по шесть часов стояли в пробках. Вот я слышал. И казалось бы, мы думали, что они уже все, да, ну там, Домодедово-то затык, они не успевают улететь. Скажите, пожалуйста, на милость, знаете мне вот это дивное, дивное заявление? Начальник ОГИБДД ЗАО города Москвы поздравит участников движения вместе с Дедом Морозом. Устремитесь, пожалуйста, они будут весело дурачиться, я так понимаю. Останавливать проезжающих. Скажи на милость, скажи на милость, ну кому это приходит в голову? Это какому-то отдельному начальнику ОГИБДД. Вопрос. Это признак, это признак чего? Вот когда начальник, обредившись с Дедом Морозом, бегает там по улицам и, ну, как-то ведется очень приветливо. Ты думаешь, что он трансвестит? Ой, Сергей. Ты думаешь, что он трансвестит? Ну, как вам сказать? Нет, ну, если он еще такие себе румяные щечки накрасит, помадой Снегур. У меня, у меня, у меня, вот скажи, у тебя начальник, в принципе, когда начальник не функция, но личность, когда начальник, игривая личность, когда начальник вдруг начинает... Может взять и выйти на капустнике, значит, на сцену, что-то такое изобразить. Вот именно, взбаться с чего-нибудь такое на рояле и так далее. У тебя какое впечатление все-таки? Все-таки ты хочешь его одернуть как-то и сказать, вы вернитесь назад? Если это будет талантливо, Сергей, то почему нет? Нет, но я имею в виду, что не хочется тебе одернуть начальника, сказать, там, Петр Петрович или как угодно. И еще, сказать, Петр Петрович, вы ведите себя как-то, так сказать, да. Я помню, в детстве у меня было такое чувство, оно было у меня по отношению, правда, ко всем актерам. Я думала, ну как же, взрослые люди, как же им не стыдно заниматься. Оно практически исчезло, это с детства, я уже понимаю, что не стыдно, что все нормально. Наоборот, это позор, к которому постепенно привыкаешь. Слушай, значит, сегодня в 12 часов на стационарном посту ДПС номер 108 на улице Озерная, дом 46. Слушай, какой фэн-шуй, ДПС 108, это очень важное число. Будет организовано поздравление участников дорожного движения с Новым годом полковником Чемовских СН, Сергеем Николаевичем, я думаю, водителям автомашин, которые в это время будут проезжать мимо поста ДПС, начальник примется вручать полковник Чемовских листовки и сувениры по тематике БДД. То есть он будет приставать к людям, останавливать чрезвычайно занятых людей, считая, что вторгаться в личную жизнь человека гайцу позволено, считая, что приставать к взрослым мужчинам и женщинам, которые движутся по своим важным делам, это прилично. Он примется приставать к ним в костюме Деда Мороза и раздавать листовки. Ну скажи на милость. Дед Мороз с жезлом. Ты понимаешь, что среди нас есть черствые люди? Ты знаешь, что среди нас есть черствые, некультурные, совершенно занятые люди, которые пошлют его по матушке? Ударят по газам. Да, понимаешь, да? В ответственный момент. Ты понимаешь, что кто-нибудь бросит... А он сразу сдвинет брови, скажет, документы, пожалуйста. Кто-то бросит в окно придурок. Есть среди нас черствые люди? Я думаю, таких нет. Нет, да? Нет, нет, нет. Все ласковые котятки. Даже в костюме Деда Мороза, я думаю, сотрудник ГИБДД вызывает напряженное такое молчание и вопрос. Хорошо. Товарищ полковник сегодня будет... Ну, а Зерную 46, все, кто... А Зерную 46, если вам не лениво, поезжайте на Зерную 46. Поздравьте его в Атвии. Там будет петрушничать полковник... Сейчас я скажу. Там будет петрушничать Чамовских. Там будет петрушничать полковник милиции Чамовских. И если вы давно не видели Петрушку, то съездите, пожалуйста, точно смешно. Да? Правда же ласково? Скажи, пожалуйста, еще. 100 лет будут жить еще забавная штука королевы Елизаветы, ветераны Второй мировой войны. Вот фотография у меня. 10 миллионов, осознай это, пожалуйста, 10 миллионов ныне живущих британцев отпразднуют столетия. 10 миллионов из их там, я думаю, как мне представляется, миллионов 60 британцев. Да бог с ними не смотрите. Думайте лучше концептуально. Примерно каждый шестой британец отпразднует столетие. То есть проживет более 100 лет. Понятно, да? Вопрос. Первый вопрос. Сколько работает тогда человек? Вот человек, который живет все дольше. Смотри. Когда человек переходит на самообеспечение экономическое? Ну, я думаю, после 25. Ребят, давайте, давайте, можно слушать. Если это с высшим образованием. После 25, а то... Со скольки человек переходит на самообеспечение? 788-107-0. Вот позвоните, скажите, вы со скольки перешли на самообеспечение? Вы, вы, вы... Если без института, Сергей, если сразу там колледж или техническое какое-то специальное образование, то, может, и раньше, и с 20 уже, и с 19 можно зарабатывать. Да, да, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ваник. Я где-то лет 16. Ну, скажите, ведь вы исключение. Да. Ну, со скольки... Я можно... Алло. Да, да, да. Еще вот хотел сообщение такое сказать. Вот только что ехал по МКАДу, по внешней стороне, после Рублевки. Да. И, значит, по обочине чешет АМР-200 из Land Cruiser. Да. Могу даже номер сказать, если... Скажите, это ничего особенного. 743. Да, 743. Жестко, очень жестко подрезал три машины, и меня в том числе. Ага. И пролетел, как ни в чем не бывало. По обочине по какой? То есть самый левый ряд на отбойник заезжали левым колесом, да? Не-не-не, наоборот. Наоборот, крайний правый ряд. А-а-а. Где вы вообще не обязаны... Наоборот, вы должны принять вправо, если он проезжает и так далее. Но у него ни в мигалке ничего? Ничего абсолютно. Подрезал всех по диагонали, промчался. Это шофер. Даже не тормозился, ни на чеху. Это шофер, это шофер. Он, знаете, держит руль вот так и смотрит на часы, которые у него внутри, и делает так... Это шофер. Конечно, он опаздывает на подачу. Это называется подача автомобиля. Ему, конечно, или ему велено слетать за подарком, или ему велено отвезти подарок. Сейчас срочно развозят подарки. Ну, конечно, это шофер. С начальством так не ездит. 7, 8, 8. Во сколько человек начинает себя обеспечивать? Кто-нибудь мне скажите? В целом, по генерации. Так, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, доброе утро, Сергей. Как вас зовут, здрасте? А, я ваш дедушка, меня тоже Сергей зовут. Сергей, ну и как вы думаете, во сколько лет человек переходит на самообеспечение? То есть уже работает и себя кормит? Ну, то есть чувствует себя в некоторой степени самодостаточным. Да, вот во сколько? Да. Ну, на своем примере могу сказать где-то лет с 24-25. То есть, в этом смысле я солидарен. Да, да, я с 22, но не в этом дело. Давайте в среднем считать, глядя на этих людей, которых мы видим от молодых, мы думаем, раньше 25 вряд ли, да, вот допустим? Ну, целиком... Да, теперь смотрите, смотрите, 25, он, она, например, она, начинают пахать по-настоящему, она начинает пахать в 25. В 55 она уходит на пенсию. Значит, живет она больше 100 лет. Вот британцы живут больше 100 лет, это, я думаю, относится и к москвичам в результате потом. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь мы ждаконим в Британии. Ну, так вы слушайте, работает 30 лет, а живет самым невыносимым образом больше 100. А, так получается, работает всего 30% времени в своей жизни? Никакого вообще настроения на созидательный труд есть. Я думаю, что никто не будет 30 лет работать, все будут работать больше, разумеется. Нет, как это такое? Потому что я думаю, что даже у нас, даже сейчас, мало кто не работает, как вы говорите, после 55, все работают. Денис пишет, мне уже 27, до сих пор полностью не перешел. Вот 65, с 22 лет кормлю себя и своих родителей. Ну, да, мне не пришлось кормить родителей с 22, но зато я получал больше родителей в 22. Потому что я был в Африке, ну, понятно, да, на войне, там, многие на войне, но я не воевал, но я был в Анголе и все такое. Там были такие какие-то фронтовые ужасные зарплаты. Так, секундочку, с 14 лет, ого, с 14 лет. Прямо самообеспечение, нет, люди путают, Сергей, мне кажется, люди путают. Самообеспечение полное, не работают, не работают, это разные вещи, послушайте, это разные вещи. У нас в 11 лет какие-то дети ходили, я помню, на овощебазу летом сколачивать ящики, по 7 копеек за ящик или по 12 копеек за ящик. Сергей, я в 7 лет с подружкой пошла, мы решили, что нам надо работать. Это же советский совет был, мы пошли в ресторан «Таллин», который был у нас рядом с домом. И предложили свои услуги. Да-да-да, мы пришли, и дядечку нашли, который там в метродотеле, говорит, мы хотим работать. Он говорит, ну, максимум, что я вам могу предложить, это бутылки шампанского со столов собирать. Говорит, приходите, значит, вечером будете собирать бутылки шампанского, уносите туда на кухню, вам за бутылку будут, типа там, 5 копеек. 5 копеек, мы на этом ушли. Значит, вечером я еще засобиралась, сделала серьезный вид. Меня родители спрашивают, Настенька, ты куда? Я говорю, на работу, куда? Кем же ты, Настенька Ралыч? Я говорю, бутылки со столов буду собирать. Но меня не пустили с таким скандалом, Сергей. Я же думала, что меня там ждут, в этом ресторане, чтобы бутылки. И не дали, да. Ладно, 8.44, вернемся через минуту, чтобы выяснить, послушайте меня, порочность человека в том, что он не слушается Господу. Господь сказал в поте лица своего. Человек ни хрена не хочет в поте лица своего. То есть он абсолютно презрел эту историю. Понимаешь, да? Почему нет? Мне кажется, все работают хорошо. Никакой же пот на 30 лет, пот. Извините меня, 70 нога на ногу. Нет, они сидят нога на ногу, все в шезлонгах, решительно все сидят в шезлонгах, 70 лет подряд. 30 лет ходят на работу, где бьют баклуши и курят в туалете. Серьезно тебе говорю. Имитируют дети. Да, имитируют. 30 лет они имитируют работу. 70 нога на ногу в шезлонге. Вот что я знаю про людей. Это ли не жизнь? Отвратительно. Это отвратительно, потому что Господь сказал в поте лица своего, будешь ты проклятая сволочь. При всем этом, Сергей, вы в Англии. В Англии. Нет, проклятая сволочь, в поте лица своего, приумножая, приумножу скорби свои, твои, прости, приумножая, скорби твои, сказал Господь. Нет, а эти отлынщики. Сейчас через минуту обсудим все это. 8.46 нам пригоняют фотки из Нью-Йорка, и мы смотрим, и очень интересно. Хорошо. Значит, смотрите, британцы заявили, что каждый шестой ныне живущий британец достигнет 100 лет. Каждый шестой ныне живущий британец доживет до 100 лет. Проблема нравственная заключается в том, что человек по-настоящему переходит на самообеспечение экономическое. Что-нибудь такое в 25 лет, и этот человек уходит на пенсию, ну, хорошо, в 60-65, я предлагаю все-таки это, предлагаю обсуждать в российском контексте, 55-60. Таким образом, человек работает какие-то жалкие 30 лет в своей жизни. Живет, живет, в самом ненадлежащем образом. Более 100, прошу вас, да. Ну, я хочу сказать, что никто не живет, мне кажется, на пенсию, никто не уходит в 55 на пенсию. Нет, это абсолютно. Люди стараются, мне кажется, отказаться и работать. Праздность норма жизни, понимаешь? Алло, здравствуйте, я слушаю. Здравствуйте. Как вас зовут, здравствуйте? Валерий. Валерий, давайте посчитаемся с вами тогда. Давайте, вот смотрите, что получается. Во-первых, я так думаю, что в Англии чуть-чуть попозже пенсионный возраст. Ну да, ну давайте про нас говорить. Вы можете немножко работу, за которую платят, и работу, за которую не платят. Потому что в поте лица это не факт, что вы должны работать там на кесаре и получать деньги. Можно в поте лица... Это был еврейский бокс, значит, он имел в виду выплаты, я думаю, конечно. Все остальное. Потом следующий этап. Посмотрите, образование. Это тоже работа, по большому счету, но за которую, к сожалению, не платят. Потом, если вы были, наверняка вы были когда-то ребенком, если вы ходили в детский сад, представляете, там всякие колготки, шали одевают там вам родители, прут вас в этот детский сад. Это тоже для ребенка работа, потому что он должен родителям там руки освободить. Вы широко, нет, широко подкроете. Поэтому получается, что реально он горбатится. Нет, вы расширительно толкуете под эти работы. Как же в поте лица своего, приумножая, приумножу скорби твои? Когда надевают колготки скорби, что ли, я не пойму, где скорби? Подождите, ну в поте лица, вот там, допустим, бабушки и дедушки сидят с детьми. Ну, что, это не работа, вы считаете? Я давайте про домашнее хозяйство. Спасибо вам большое. Это тунеядство. А белье постирать. Это гедонизм. Гедонизм. Собрать, развесить. Ходи в грязь. Посуду помыть. Пол протереть. Сама захотела стирать. Я не выбирала. Сама захотела стирать. Меня родили девочкой, мне пришлось вот так вот... Сама захотела стирать. Могла бы и не стирать. Сама захотела. Да? Да. Идешь за каждой сception. Ни в чем себе не отказываешь. Интересное дело. Нет, нет, анастасии. Ни в чем себе не отказываешь. Следуешь каждой своей прихотей. Захотела помыть, помыть, моешь. Захотела белье постирать, стираешь. Захотела посуду помыть, моешь. Это что? Это что? Это ты иди... Каждой своей прихоти потакаешь. Вот в чем дело. Могла бы родиться мужчиной, но не родилась. А могла бы умереть в младенчестве, но не умерла. Джоанзе, Джоанзе. Хорошо. 7-8-8-8-10-7-0. 7-8-8-8-8-10. Что с этим делать? Это действительно аморальная жизнь. Ты все время какой-то недееспособный и нетрудоспособный. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, на самом деле, по-разному. Мне кажется, у нас в стране вообще дети взрослеют гораздо раньше, чем где-то за границей. Потому что, насколько я знаю, знакомых, уже на автономный образ жизни перешли где-то лет кто-то с двуски, кто-то с двуски одного. А у меня есть вообще двое братьев, они 17 лет, но они без отца росли. Вот и 17 лет, и 16 лет где-то на стройке работали, и жили отдельно где-то с молдаванами и с украинцами с рабочими вместе. Ну, то есть как бы вот так вот. Хорошо, но скажите, пожалуйста, а вот эта вот перспектива дожить до 100 лет и далее, отдельная, другая тема. Вот скажите, вас это пугает или радует? Меня это на самом деле очень радует, вот, то есть как бы я не понимаю людей, которые вот говорят, у меня есть один товарищ, он говорит, ну а что, я доживу лет, ну где-то до 70, а больше не надо мне. Я говорю, ну ты нормально проецируешь так себе уже заранее, что ты вот доживешь до 70 лет. Он говорит, ну а куда больше-то, ну как бы жизнь, ну пожилых. А если придется отказаться от некоторых малых шалостей присущих? От секса? Нет, нет, от секса нет. А зачем, 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 вы меня заикой сделаете. Что, 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 что вы говорите, я не понял. Нет, конечно. А ну, ты лет 80, ты уже в 90, ты прям какой-то горный карабах. Отказываться сознательно не надо. За, 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 я что говорю, как говорите? Можете не отказываться. Нет, отказываться от секса, я полагаю, не придется. Нет, сейчас о другом мы говорим. Мы сейчас говорим об отказе от неких лихих молодецких удовольствий русских. Ужраться, ужраться, ужраться в зюзечку и прыгнуть с 12 этажа. Ну что-то такое, что характеризует тебя по-настоящему богатырски. Ну это все, что мужская, мне кажется. Нет, как-то, ну придется, придется отказываться от каких-то, чтобы дожить. Вот вы согласны на это? Сейчас перед праздниками я ставлю вопрос на голосование, слушайте. У меня есть много сладкого. Да, посмотрите, значит, для того, чтобы дожить до 100 лет, подобно британцам, вам надо быть сдержанными, разумными, чрезвычайно аккуратными в жизни, мыть руки время от времени, ну, так сказать, вот, зачастить, я бы сказал, мыть руки не только на Пасху, а, например, на день рождения. Вот, понимаешь, да? Ну, то есть, вот где-то, так сказать, там, перейти к необычным, хабитус, хабитус чушку изменить. Вот. Реже пить и прыгать с третьего этажа, и никогда не пить и прыгать с 12 этажа. Есть все вареное и несоленое. Есть вареное и несоленое, перестать есть жареное. В общем, отказать себе в лихости. Вы бы согласились на такую жизнь? К-стратегия. К-стратегия, вот что я вам предлагаю. К-стратегия против Р-стратегии. Вы, смотрите. А К это чего? К от консервацио. Консервацио. Значит, смотрите, есть две жизненные стратегии. Британцы, каждый шестой британец, теперь есть данный, доживет до 100 лет и далее. Каждый шестой ныне живущий британец будет жить больше 100 лет. Вопрос. Ну, вы знаете, что дольше русских живут, например, белорусы и украинцы. Там, я не знаю, разочаровывает у вас эта информация или нет. Значит, еще. Вы согласны перейти к К-стратегии, к консервативной стратегии? Не пить, не курить, не бросаться с лихостью головой вперед на железный штырь где-нибудь у речного вокзала, ну и так далее. То есть, перейти на К-стратегию, быть разумным таким. 660 на 691. Вы готовы перейти на К-стратегию, не пить, не курить, никаких излишеств пищи, все вареное, не соленое, много-много фруктов, 8 яблок в день и так далее. 660 на 691 и жить более 100 лет. Нет, вы лучше ярко проживете в R-стратегии, в революционной стратегии. Ярко проживете, 660 на 692, ярко, но коротко, 660 на 692. За К-стратегию, консервативную стратегию, 660 на 691. За R-стратегию, революционную стратегию, 660 на 692. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 855 движение, 788, 107, 0. Что же сегодня с движением? Вчера было ужасно, говорят и пишут, 6 баллов по Яндексу до полуночи. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Сережа, доброе утро. Здравствуйте, где вы? Виктор. Да, Виктор. По Пятницкому шоссе проехал в центр и обратно, хорошо? Хорошо, спокойно все. Спасибо. 788, я пытаюсь вспомнить, что же сегодня. Сегодня все равно за снегоуборочными собираются большие-большие караваны. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Где вы, здравствуйте? Екатерина. Да, Екатерина. Я на Ленинградке в районе развилки с Волоколамкой. Да. За 20 минут от метро Тимирязевская. Как ни странно, как будто летом. Ой, как хорошо. Спасибо, Екатерина. 788, 107, 0. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Кажется, движение есть и прекрасное. Вчера несколько раз. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вот я проехал по Звенигородке. Да. И вообще без проблем. Слушайте, все. Сейчас внутреннее третье кольцо. Вот у Савеловской небольшое затруднение. Вчера, знаете, хотел вам напомнить. Я вчера на Аэросцен слушал. Вот здесь на Аэросцен. Не могли вползти в горочку у Дмитровки, что ли, эти снегоочистители? Но они же еще, понимаете, они же еще упираются этими своими ковшами в снег. И вместе с милицией заняли все пять рядов. И там от Осташки или от Ярославки до Дмитровки в мертвые люди стояли часа полтора, может быть. Вообще. Вчера грустно было, да. Да. Надо прятаться от снегоочистителей. Вот в них все коварство жизни заключается. Спрячься от снегоочистителей. Лозунг момента. Алло, здравствуйте. Где вы едете? Здравствуйте. Волгоградский проспект летит в обе стороны. Классно. Поздравляю, ура, с наступающими. Русская служба новостей. Русновости.ру Субтитры подогнал «Симон» Девять часов, три минуты, четверг, 30 декабря. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя». Врачи настоятельно рекомендуют не допускать детей в пиротехнике на Новый год. А что делать, если это единственное, что им нравится детям? Не допускать их. Просто пускай смотрят из окна. Внимание. Детям нравится это. Они лишены счастья. Пускай смотрят на это. Дети. Это маленькие рабы. Они лишены всех удовольствия. Они не могут нажраться в сосиску. Они не могут приставать к бабам. Они не могут упасть в салат. Они могут оскотиниться. Дети не могут оскотиниться. А ты знаешь, что праздник заключается в том, что ты оскотиниваешься. И поскольку они не могут оскотиниться, они единственное, что могут делать эти милые, милые, милые дети, они могут взрывать всякую хрень. Как ты можешь лишить их даже этого? Заменить это чем-то другим Тринитротололом? Порох заменить тринитротололом? Я не знаю, чем можно заменить порох Им нравится это взрывать Ну что, ну что, ну что Ну пускай идут и взрывают, господи Вот именно, врачи Настоятельно рекомендуют От этого только прелесть взрывов Выше становится Прелесть усиливает Прелесть нарастает, я бы сказал Можно так сказать? Можно, да, а вы будете сидеть у камина и любоваться Краем глаза К тому же, послушайте, все, кто не уехали Очень многие уехали Сейчас Домодедово все-таки начинает что-то пропускать В штатном режиме работают все в ней Да врут они, конечно, какой штатный Наверняка там какой-то нерв остался старой Ци местности какая-то Последний человек, не уехавший с чемоданами Какая-то грязь должна быть обязательно Ну так вот, слушай, не от Шереметьево отложило Сегодня сколько-то, 12 рейсов, или бог знает Ну так это что за погода, наверное? Нет, какая погода? Хотя жидкости опять не хватает С погодой надо покончить раз и навсегда с разговорами Россия такова, вот и все Значит, в России такая погода Почему они все время исходят из того, что здесь Египет? Я не понимаю Здесь такая погода, окей? Вот и все Где они жидкость ждут, когда привезут из Германии и так далее Вон сейчас я в коридоре встретил Вадика, соседа Который вернулся только что из Дубаев Он вернулся только что из Дубая Да Где он купался Да Где температура воздуха плюс 25? Может быть даже больше Да нет, но он застал плюс 25 Я думаю, он был ночами там все время Может быть днем был Да может быть плюс 25 там температура воздуха, он говорит И всюду ходят трудолюбивые индусы, пакистанцы, которые все время работают, работают, работают Улыбающиеся филиппинки и хозяева страны в белых масхалатах, босоножках на босу ногу и наверняка без трусов Вот этот вопрос, который я всегда стыдился задать шейхам Ты не спрашивал? Нет, ты видел шейхов? Я, ну да, видела Я единственный вопрос, который у меня есть все время в голове Носят ли они исподние? Носят ли они исподние? Я все равно, что они ходят в масхалате Я думаю, у нас просвещенные слушатели Наверняка какой-нибудь шейх нас слушает, товарищи шейхи Напишите нам, плюс 7 925 111 107 0 Плюс 7 925 111 107 0 Если да Если вы знаете, если да, напишите Ну какой покрой? Семей? Есть два типа, да, вот плавки Или боксерс Или боксерс Потому что это единственное, когда я вижу араба, когда я вижу араба Единственный вопрос, который у меня есть и который я всегда стыжусь задать И вот действительно у меня в голове все это крутится И мне так неловко, ужасно Но я хочу узнать, они носят исподние? Или прямо так вот ходят? Стрингс Бывает такая форма Ну, всякое бывает Ну, так вот Значит, если знаете, напишите нам, пожалуйста Как насчет арабов Вы, может быть, бесстыжа спрашивали Может быть, а я все время стыжусь А может быть, они вам рассказывали Как-то в доверительной беседе Обдолбавшись Нет, у вас достаточно в туалет, может быть, зайти как-то В арабские? Ну, там видно же, да, что если как, что Нет? Нет, улюкаев Давайте к улюкаеву Зачем он вот так Значит Вдруг к улюкаеву А что улюкаев, Сергей? Отток капитала из России по итогам 2010 года Составит 25-30 миллиардов долларов, насколько я понимаю Чего-то миллиардов Но я не понимаю Ах, доллар, ну разумеется Ну разумеется Я не знаю Естественно, зампред ЦБ не может же разговаривать в терминах рублей Это было бы Это было бы как-то грязно В чем утекло Да, да, это было бы низко Нет, он утекал-то в разных валютах А он сказал в долларах Следовательно Это потому, что он зампред ЦБРФ Центрального банка Российской Федерации Открыто признает Мыслить в рублях для него низко, конечно Низко Ну вот, значит, слушай меня Это получится, потому что это 30 миллиардов долларов Это получится триллион рублей То есть, это один триллион рублей А? Ферштензи? Что это такое? Да Значит, один триллион рублей Укатили за рубеж Наши соотечественники в этот раз Почему? Почему увеличился отток капитала? Вопрос Это связано с выборами Это, ну, как бы осторожность Это откаты самим себе За то, что в 2008 году Как-то они перетаптывались и ждали Вот почему так увеличился отток капитала? Кто знает 7, 8, 8, 10, 7, 0, а? Ну Отвечай на вопрос Был ли зафиксирован приток капитала в декабре? Он подчеркнул Может быть, маленький случился Может быть, не случился То есть, это... Это цитата Это цитата Кавычки открываются Может быть, маленький случился Может быть, не случился Говорит зампред Зампред Да Может быть, расскажем Да Может, непростую Что там нам что-то Но будем вспоминать Понимаешь? Улюкаев отметил Что, к сожалению Здесь очень много психологии И очень много ожиданий Вот на что он намекает нам, Улюкаев Вот Улюкаев на что-то намекает У меня есть друг, у которого любовник араб Могу точно сказать Они ходят без белья, говорит Леша Ну вот и нет больше тайны, Сергей Стой, стой, стой Мы забыли огласить результаты голосования Мы забыли огласить результаты голосования Слышишь? Подождите, а я Почему? Было не очень много людей проголосовавших Серьезно Ну вообще нас мало осталось, понимаете Значит, несколько сотен всего И 50 на 50 Я не шучу 50-0, 50-0 50% хотели бы Хотели бы 50% хотели бы Жить лихо Лихо, дерзко И мало Лихо, дерзко и мало И обязательно в конце напиться И прыгнуть с 12 этажа Ну все правильно А 50% предпочли бы Ка-стратегию Потихонечку Понимаешь? Да Потихонечку А вывется каждый, Сергей, шестой Каждый шестой Да Ну да, нет, подождите Меньше 20% Но 50% хотят жить медленно Тихонечко и спокойненько Спокойненько Где-то там Не пить, не курить Вот Не более пяти раз в неделю Я думаю, это вопрос Возрастной срез, конечно, отображает Да? Чем человек старше Тем ему все вот эти вот радости Кинутся головой Там с 12-этажного дома Вниз Это уже не так интересно Хорошо 7-8-8-10-7-0 7-8-8-10-7-0 Отток капитала У Люкаев говорит 30 миллиардов долларов И это, конечно, психология И ожидания Чего такого ожидают люди? Алло, здравствуйте Как хорошо у вас Смотрите-ка Это пластмассовая женщина Сейчас что-нибудь скажет А где пластмассовая женщина? Алло, здравствуйте Алло Здрасте У вас играла музыка Как это было прелестно Алло, здравствуйте Да, здравствуйте С наступающим С наступающим С наступающим 30 миллиардов долларов Укатили, да Я так думаю Что это никакой не отток Это просто работают люди Они покупают товар Сейчас все таможится в черную Как это все достало Удачи вам То есть вот как То есть эти фуры Это не отток Это тот товар Который катится сюда Вот эти фуры Фуры Колбаса из фур Они куплены на деньги Но поскольку таможить трудно И так далее Там есть какая-то взаимосвязь Но сам Улюкаев Которого мы полагаем умным человеком Не смеем полагать иначе Говорит, что это психология Ну Психология Психология, напомню Состоит из двух важных корней Психологоз То есть познание психики Души Познание души Так вот слушай Улюкаев отмечает Что люди выгнали из страны 30 ярдов долларов С целью познания души Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет, познав их душу Мы сможем понять Почему они выкатили Нет, брат Улюкаев в прямую Улюкаев в прямую Обвиняет госограждан Что они с целью ожидания Вот посмотри Цитату читаю Алло, ну слушай Давайте обратимся к цитатам К сожалению Здесь Очень много психологии Очень много ожиданий Психология Это познание души Значит В предвкушении Познания души Как только Они выкатили из страны 30 ярдов Наши люди Переориентируются на какую-нибудь другую То есть триллион рублей А какую науку Надо переориентироваться Скажем Познать свойства физики Как это гравитация заняться Чем-то таким Русский язык Русский язык 788-107-0 Куда идут наши денежки? 788-107-0 Алло, здравствуйте Да, слушаю вас Алло, здравствуйте Алло, доброе утро Вадим, Москва Да, Вадим Ну, вы знаете Даже не знаю Куда они идут Мои денежки при мне А? Ваши где? А? Ваши где? Мои при мне Да Я на локе не плачу А как вы обходите? Научите нас Научите нас Как старуха шапокляк Чему-нибудь вредному Научите нас Да, знаете Вредному, я думаю Не стоит Я, знаете Единственное Я не хочу Ну, как бы Опять показаться странным Да Вы знаете Только что ехал Как бы со знакомыми людьми Да, там Ну, в проволочке толкали Да Цереметьево Ага Вы знаете Вот слушали вашу передачу И вы знаете Вы такое раздражение У людей почему-то Да, спасибо А в какой момент Скажите, пожалуйста А вы знаете Как обсуждали Женщин там Что-то такое Да, да Не знаю 7-8-8-10-7-0 Мы не обсуждаем передачи 7-8-8-10-7-0 7-8-8-10-7-0 Деньги утекают Из страны Вот что Нам нужно разлучиться На минуточку 9 часов 14 минут Подъем Подъем С Сергеем Доренко На русской службе Новостей Мы с Анастасией Аножко И мы вынуждены Теперь, когда в конце года Все задумываются О вратах времени О переходе в Новый год Это в общем Врата времени, конечно Люди задумываются О том, как будет Сейчас все устремлены В будущее Будущее Будущее, конечно, познается Попыткой угадать Откуда начался вектор Движения А для этого нужно Заглянуть, конечно, в прошлое Понимаешь, да? Чтобы понять, куда ведет вектор Нужно Нужно Сколько-нибудь Продолжительный вектор Увидеть Такой вектор Можно увидеть От начала Движения Какие-то движения Ведь уже начались А исходной точкой Считайте Начало прошлого года Мы не знаем точно Ну, в смысле Разные вектора Начинаются по-разному Но Но в общем Если мы меряем В годах То почему бы Не посчитать Этот год Этот год Весит Начало И я вижу Как пресса Пишет о 10 главных событиях Я вижу Как пресса Пишет Что вы считаете Главным событием Года Обоснуйте Почему это Главное событие Года Я сам уже давал Несколько Таких Подобных Комментариев И должен сказать Что мы это Прибережем на завтра Мы прибережем на завтра И завтра Подведем Такие вот Какие-то итоги 10 главных событий Или там Не знаю Сколько угодно Главных событий Сколько звонков Примем Но сегодня Меня интересует И особенно сейчас Как уж мы начали Говорить Об экономике Все-таки С экономикой Что будет Потому что Вот я считаю Нового не будет Это у меня По-моему Власть По-моему Власть Я думаю Да Это по-моему Власть Журнал Я имею ввиду Не Виктор Не Ви Не W Не W А все-таки L Кризис похож на L То есть Падение было резким И потом Долго-долго Ползем по Вот этой вот Перпендикулярной То есть Простите Параллели 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 Вот по этой параллели Ползем Никак не выползем Это все-таки L-образный кризис В котором Стагнация Сменила Сменила Падение И мы теперь Стагнируем И мы не понимаем Когда Когда и что Произойдет Вместе с тем Кто-то угадал Векторы будущего Вот в чем будущее Понимаешь Мы Мы все Стагнируем Мы все С упоением Молимся на нефть На цену на нефти Но кто-то угадал Векторы будущего Нового Не будет Пишет Пишет Власть Я точно знаю Что будет Я точно знаю Что будет А как вы Откуда вы Потому что Я смотрю на векторы На векторы Современности Каждые несколько лет Каждые несколько лет На планете Появляется Мегабренд Например Который увеличивается В стоимости В Десятки раз Мегабренд Понимаешь Каждые несколько лет К примеру Из последних К примеру К примеру Десять лет назад Слово Nike Не значило ничего Или нет Если может ошибаюсь По-моему да По-моему да К примеру Двадцать лет назад Мобильного телефона Такого В понимании Нынешнего Не существовало К примеру Широкому развитию Интернета Всего В России Всего пятнадцать лет И всего Двадцать лет Широкому Широкому Развитию Интернета В Москве Тогда скажу Широкому Развитию Интернета В мире Двадцать лет В Москве Пятнадцать И Скажем так Тридцать лет назад Про это никто не знал Понимаешь Каждый Я утверждаю Что каждые Пять-семь лет Появляется Мегабренд Всемирный Мегабренд Про который Сегодня еще Никто не знает Вот что А вы имеете ввиду Вообще Область В которой может Что-то новое Родиться В следующем году Не обязательно Может родиться Старая вещь Я привел же В пример Обувь Обувь Существует Уже тысячелетия Понимаешь Тысячелетия Значит И я привел В пример Обувь Которая вдруг Появляется С какими-то Невероятными Потребительскими Свойствами Понимаешь С новыми Потребительскими Такой транспорт Предсказать Очень тяжело Почему Ну давайте попробуем 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 788-107-0 788-107-0 Дайте Дайте эскиз Будущего Подскажите Подскажите Что станет Мегатрендом То что сегодня Возможно уже Во-первых Все уже есть Да Будущее уже Среди Будущее уже С нами Ты понимаешь Это или нет Ну да Что будущее С нами Уже Оно здесь Оно среди нас Но мы его Не можем угадать Алло здравствуйте Да слушаю вас Добрый день Здравствуйте Добрый день Да Яна вот Яна Да яна У вас насморк Алло Алло Какой Владимир Николаевич У Яны насморк Яна миленькая Попробуйте Применить Может быть Что-нибудь Такое Вот Сонарин Сонарин Да Слушаю вас Здравствуйте Алло добрый день Здравствуйте Приветствую Приветствую всех Меня зовут Александр Александр Обрестуйте нам Будущее В штрихах Я вам будущее Не обрестую Я просто хотел Новость хорошую Сообщить За 20 минут Доехал от Белорусской До метро Каширская От Андропова Вообще И в области Из области Степень нашего восторга Невозможно описать Вообще никого нет Да Какая прелесть Видите Как мы радуемся И смотрите В голосе Сколько радости Что вообще никого нет Понятно Как радовался бы Александр Нейтронной бомбе Александр Понимаете Да Такой пророк Нейтронной бомбы Он восхищение Никого вообще нет 788 888 Здравствуйте Доброе утро Как вас зовут Меня Игорь зовут Игорь Скажите пожалуйста Ведь будущее Уже здесь Как его угадать И что взорвется В экономике Что прорывно В экономике Ну я знаю Давайте Отскажите Насдак Листинг Компания Кри Кри Да Кри С Кью Или как пишется Кри Дабл И Нет Подождите Подождите Кей-ар-дабл-и Кей-ар Я уже набрала Кей-ар-дабл-и В какой сфере Это Ну давайте лучше Я скажу Чем они занимаются Когда вы все поймете Они разрабатывают Новые полупроводниковые приборы Вот Это Физика твердого тела Нитрит галия Корбит кремния Да Ну и так далее Индия там Да Смеси Это все приведет Колоссальному Изменению В энергопотреблении Ну если вы Знаете По кривой Вот Инновации Все что В военке Все через 7 лет Приходит в гражданку Да Вот Если мы сейчас посмотрим Как последний спутник Американский Заменил всю группировку Или посмотрим Как французы Выпустили полностью Электрический Военный корабль Да Вот это все придет Через 7-10 лет И мы будем Иметь Совершенно иную Сферу Энергетики Энергосбережения Совершенно Терогерцовые Компьютеры Скажите А Ёмобиль Вот Ёмобиль Прохоровский Например Ну да Да Это там тоже Применяется Это будет На основе Компактной Электроники Умное управление Собственно Автомобилем И это будет Управление Ну грубо говоря Вместо Двигателя Четыре мотора На четырех колесах Вы знаете Самое Самое восхитившее Меня произведение Техники Однажды Когда-либо Восхитившее Было Вольво 264 Шестицилиндровый И Вольво 244 Вот помните Папаша Дювальев Какой-то Какой-то Очень давно Ездил на Вольво В целях Безопасности И я Когда приехал В Анголу Меня посадили В 244 Вольво И даже Дали рулить И еще Помню Тогдашний Volkswagen Passat Это был 79-82 Года Выпуск Вот такого Вот сегодня Я без слез Не могу смотреть На это Убожество Я имею ввиду Passat И без смеха Не могу смотреть На эту Вольво Как будут смотреть На нас В 20-м Году На сегодняшних Ну например Я чуть меньше беру Всего 10 лет Может Сказать Графеновое покрытие То есть металл Фактически уйдет Про те же самые Автомобили Да Высший уровень Капсулирования При столкновениях Грубо говоря В той же оболочке То есть безопасность Капсулирование Дороги Ну в Израиле Уже вы знаете Они установили Датчики По всем трассам А что за датчики Что за датчики Скорость Ну они Включили Вдоль полосы Дороги Да Собственно датчики По всей трассе И собственно эти датчики Регулируют Скорость машины Ты можешь Ну Хотите 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 я вас опрокину Просто на землю Мгновенно сейчас Ну я занимаюсь Полтора года Этой темой Нет секунду Хотите упасть И не встать Давайте Лежу А вы знаете А вы знаете Что в середине В середине Января Эту систему Вводят в Белоруссию А вы знаете Что А вы знаете Что на каждых Ста метрах В Белоруссии Уже стоят датчики А вы знаете Что в Белоруссии Трисколково Уже строится Нет Не знал Ну а вы Ну Свод Ну вот Нет Белоруссия От Бреста До границы С Россией Каждые 100 метров Стоят датчики Но они взяли Эту Они взяли Эту систему Во Франции Ну наши инноваторы Все смотрят Белоруссию И думают У нас союзное государство Почему туда не рванут Спасибо Спасибо Обзор печати 9.25 Подъем Сергеем Доренко На РСН Обзор печати 9.26 Обзор печати Анастасия Аножко В продолжение темы Вот этой вот Нашей высокотехнологичной Вы знаете Что у нас Русский мобильник С китайским акцентом Был представлен Это я Цитату Из известий Делаю Следующей весной В продажу Поступит Первый российский Мобильный телефон Об этом сообщил Глава ФК-системы Владимир Евтушенков На встречу с Путиным Эксперты Отнеслись Правда К новинке Скептически Будет она Стоить 10 тысяч рублей Там чуть больше 10 тысяч Эксперты Говорят Что на самом деле Русского Там может быть Только глонасс И еще Какой-то маленький Чип А все остальное Это технологии К сожалению Не наши И фирма Производитель То есть завод ЗТЕ Фирма китайская Которая будет Производить Наш вот этот вот Аппарат Она такая Второго порядка Без своих технологий Производит Вот Телефон Второго эшелона В общем Какой-то негатив Надо сказать Информационный Сопровождает Этот бедный телефон И Значит Еще новости По Алтыну Вы же помните Антонину Бабасюк Разумеется Никто не может Забыть Роскошную женщину Которая торговала Золотом Она сидит же До сих пор И ей сейчас Срок ареста Продлили до 7 апреля Дело в том что Она Она хочет выйти На я думаю На свободу Продолжить заниматься Бизнесом Но завершено Расследование В отношении Вице-президента Вот ее То есть Вот эта компания Алтын Холдинг Алтын Она обвиняется В организации Крупномасштабной Контрабанды Золотыми украшениями Но они контрабои 60 домов Материалов В основной Переговор А ты знаешь А хочешь я тебя А все ювелиры Уже уехали Уже Ювелиры в основном Контрабасят Ты чего? Я не знала А я знаю Они контрабасят? Конечно контрабасят То есть она как Ходорковский В каком-то смысле Сидит Так сказать Извини Если ты Я хотел тебя спросить А какая Действительно Контрабасят Если ты покупаешь Какое-нибудь колечко Там маленькое Это одно Значит То тогда Контрабасят Надо металл Золото Правильно? А если ты покупаешь Приличную какую-то вещь Инвестиционного свойства Да То тебе на эту вещь Нужен Джио-сертификат Правильно? Я не могу с вами согласиться Я совершенно не в курсе Да Возможно Джио-сертификат Это американский сертификат Ты с русским сертификатом Никогда вещь Все в гробу видали С таким настроением Реально тебе нужен Американский сертификат Джио-сертификат Правильно? Ну Правильно? Да Правильно Если есть на вещь Джио-сертификат Тебя парит Как оно ввезено? Я тебя спрошу А что же тонику Бабасюк держат Тогда? Невонятно Зачем ее держат В женской колонии Лучше бы перевели в мужскую Послушай меня Давай Объясни мне Объясни мне Что там еще пишет пресса Про петарды пишут Предупреждают Не нужно допускать Детей к петардам Действительно И мы чаще человек С широко раскрытыми От ужаса глазами Жалобно смотрят на доктора Сергея Вот такие картинки Где? Не хотите в известиях? Он бы и рад объяснить Что произошло Да не может Праздничная ракета Влетела бедняге Прямо в рот Скажите Что же случилось? Скажите Не может быть Может Человеку показалось Что фитилек у ракеты погас Он наклонился Чтобы поджечь заново А тут она и ожила В результате Сильный ожог Слизистой оболочки И каждый глоток Сопровождается адскими муками А ракета внутри у него? Подожди А ракету он выплюнул Или так она и сидит Вот не знаю Может быть Может быть вытащил Ракета во рту Это еще цветочки Есть раны посерьезнее Посмотрите Что продают Это же настоящие бомбы Юрий Тюрников Это Кто он? Руководитель ожогового центра Городского Да 9 часов 30 минут Новости на РСН Русская служба новостей Русновости.ру Подъем С Сергеем Даренко На Русской службе Новостей 9 часов 33 минуты Мы продолжаем с Анастасией Аножко Настя Я ищу вот этот Кри Но поправьте сказать Кэстл Ресурс Я вам открыла же сайт Где? Да? Вы что не видели? Оставьте мне его пожалуйста Хорошо, хорошо, хорошо Я хочу сделаться богатым Что же? Где же? Вот же Ах Кри-И-И А не Ай-Ай Спасибо голубушка Кри Все, стой Кри-И-И Не два Ай Два И Два И Он так и сказал А он сказал двои? Да А что он имел ввиду? Хотите акции что ли купить уже сразу? Так, все Подождите, подождите Мы сейчас говорим не об акциях Давай поговорим Вот Значит слушай Я хотел поговорить Про Евтушенкова Да Я хотел поговорить Про новый наш айфон Про новый наш смартфон Про вот это движение Вчера было объявлено громко Что у нас появился смартфон Да Русский Делать его будут в Тайване Но это ничего Это не страшно Это не стыдно Потому что Допустим Вот мой макинтош сделан В Я не знаю точно Но он китайский Нет точно Что китайский Они перевели из Тайваня Первый мой макинтош Я купил 2003 года Был тайваньский Но уже следующий макинтош 2005 года Я купил китайский И далее Всегда я покупаю Уже китайский макинтош Но среди китайских заводов Я так понимаю Тоже есть Перворазрядный И второго эшелона Ну там сразу Там разрыв Гораздо существеннее Там есть и перворазрядные Заводы в Китае А потом сразу Уже 25 разрядные То есть На самом деле Разрыв огромен Между лидерами китайскими И лидерами И не лидерами Ну понятно И не лидерами Да Я нашел Кри Все наконец-то Все нормально И там еще есть People viewing Кри Also viewing Акамай Акамай В котором я сижу Акамай Это облачное Облачное вычисление Да Совершенно верно Значит Вернусь чуть позже Ну уже Для другого Для экономики Такой прикладной Первый смартфон С поддержкой ГЛОНАСС Основан на чипсете Куалком Вы все-таки Понимая все это Из чувств патриотизма Купите русский смартфон Вы знаете Я из чувства Любопытства Покупила Возможно Даже кому-нибудь В семье подарила бы Располагая лишними средствами Или Ну да Да Ну нет Я бы Копить на него Наверное не стала Да Потому что Если бы у меня не было Возможно Ну и вот Просто из любопытства Я бы может быть Но вы же Не вчерашняя Вы примерно понимаете Кто умеет работать С тачскринами Вы понимаете Да Что Сенсорные экраны Умеют делать Лучше всех на планете Пока К сожалению Эпл И все И все что рядом с Эпплом Дрова И И в общем И в общем Совсем неплохо получается У Самсунга Но глючит И И подколбашивает Вечно HTC Когда ты нажимаешь Одну букву А нажимается другая И ты постоянно Должен калибровать Экран HTC Ты постоянно Должен Перезагружать Окаянный HTC Нокия не сумела Сделать сенсорный экран Просто не умеет Ну не умеет И не хочет Понятно да Нокия сенсорные экраны Омерзительны Самсунг подглючивает Так это слегка На андроиде А самсунг не только Сенсорный экран Он вообще подглючивает 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 На гугле На андроиде Значит HTC Постоянно калибровать Перезагрузка Единственный Кто работает Честно сказать Apple Ну правда Ну что тут С этим набежаться Единственный Кто работает И кто действительно Сенсорный экран Это Apple И значит И мы И мы Встряли в эту Вот всю историю Где неудачников Больше чем удачных Понятно да Да Очевидно Почти все Строго говоря Неудачники Почти все Неудачники Понимаешь да Извини Если у Нокии Не получается То почему У Евтушенкова Получится АФК-система Вы все-таки Согласны Вы все-таки Согласны Это самое Вы все-таки Согласны Купить Русский смартфон Вот я хотел бы Каких-то людей Послушать на эту тему 788 870 Здравствуйте Да Слушаюсь Сергей Доброе утро Да Как вас зовут Здравствуйте С наступающим Денис Да Денис С наступающим Ура Хорошего года По поводу ее фона Конечно никогда Тут говорить не о чем А вот Личное впечатление Коротенькое Совсем Да Первый айфон Буквально Вот неделю назад У вас От безысходности От безденежья Купил LG Optimus One Ну и что На гугле Андроиде За эти деньги Ну просто супер Подождите Я тоже радовался Когда купил HTC Hero Я прям радовался Не-не-не HTC Hero Стоит других денег Совсем А вы сколько Заплатили Например Как что Тысяча рублей В Евросети И не хуже HTC Hero Гейбогу Ну подглючивает он Ну подглючивает Да ничего пока Да нет Айфон конечно лучше Айфон лучше просто Ну ты все Но этот очень неплох Но скажите Значит Вот смотрите Негативного опыта Больше чем позитивного То есть разочаровывает Разочаровывает Рано или поздно HTC Разочаровывает Довольно скоро Самсунг Разочаровывает Категорически Нокия В первые 10 секунд Значит И понятно Да И мы еще встряли В этот опыт Разочарований Оно нам надо Ну это зря Да Зря да Ну на самом деле Надо заниматься Наверное Я не знаю Антигравитацией Это у нас лучше получится Спасибо Может быть заняться чем Ты понимаешь Вот в этом смысле В этом смысле Модернизация Модернизация Я здесь поддерживаю Я здесь поддерживаю Можно я прогнусь Смотри Смотри Внимание Зачитывай Зачитывай Прогиб Я здесь поддерживаю Президента Прогиб Защитывай Прогиб Защитывай Мы должны Потому что мы должны Прорывные вещи искать А не повторять Повторюшка Тетя Хрюшка Понимаешь Да Все по морю облизала И спасибо не сказала Сергей Послушайте Как вы думаете Долго ли нам осталось Ждать до появления Какой нибудь Китайской оригинальной Технологии Новой Вот как вы думаете Недолго Потому что у них В Гуанчжоу Такие центры Сейчас открыты Или индийская Какая нибудь Программисты Сидят в Индии В Ингалоре Ну вот Вот учитывая это Может быть Если мы Хоть и первый шаг делаем Но Если мы будем Его идти Этот путь Может быть Мы тоже в итоге Дойдем до какого-то прорыва Возможен ли прорыв Совершенно неожиданный На пустом месте На пустом месте В неожиданной области Я не знаю Мне кажется Ну подожди Но кто-то же изобрел колесо Послушай меня Человек который изобрел колесо Действовал в удручающих условиях Человек изобретший колесо Был лишен Моральной и материальной поддержки Вексельберга И так далее Но он однажды Однажды изобрел колесо Он до этого прошел Алло здравствуйте Алло здравствуйте Алло добрый день Да прошу вас Русский смартфон Да добрый день Сергей Вот по поводу смартфона Значит Никогда конечно Я не могу купить Эту русскую поделку Да Был печальный опыт Я купил комбайн Энергия По производству По лицензии Саньо Да Значит в первый же день Сломалась там какая-то штучка И при попытке заменить Сказали Если бы у вас была Именно Саньо Самсунг Эту детальку Мы вам бы привезли на заказ Но так как вы купили русскую То как бы вы сами Разбирайтесь с этим Ну да А тогда другой вопрос Мы все-таки пытаемся быть Самодостаточной планетой Россия Россия должна быть Самодостаточной планетой Ну я думаю В каких-то областях Безусловно да То есть какие-то сферы Ниши Какие-то надо занимать Ключевые В которых мы Будем всегда Доминировать Наша модернизация Должна быть Обгоняющей Или догоняющей Она должна быть В какой-то нише Просто сама по себе И как бы никто туда даже Ну Близко не может подходить Понимаете С одной стороны Надо догнать мир С одной стороны Надо догнать мир С другой стороны Догонять скучно Потому что Никогда не обгонишь Вот Вот ведь это вопрос Абсолютно серьезный А? Что делать? Да конечно Ну как бы хотелось бы Всегда быть Хотя бы на одной волне С другими Но Непонятно Как это выводить Я не знаю Тоже спасибо вам огромное Настя Я не знаю Настя Я для себя этот вопрос Не решил Потому что я хочу В какой-то лагерь В какой-то стан Я хочу Я хочу сделать Я хочу сделать Сопарсейным Я хотел бы сделать Сопарсейным В таком смысле Что я хотел бы Примкнуть К какому-то клану И вот если догонять То я тогда За Евтушенкова Потому что Черт Надо попробовать Братцы А почему мы должны Все время ходить Какими-то Дремучими идиотами Но давайте Попробуем догнать Попробуем догнать Ну да Мы же не в Люберии Живем Ну слушай У нас страна В которой Страна В которой нет коммуникаций В которой Как выяснилось Нет авиации И в которой Конечно Как мы давно знаем Нет дорог Вообще никаких Ну то есть Нет коммуникаций Не существует коммуникаций Страна без коммуникаций Да Значит мы можем Исходить из того Что мы должны Телепортацией заниматься Телепортацией При которой не нужны дороги, телепортироваться Первый вариант А второй, догнать и построить дороги Вот Андрей, нам пишет, специалисты РАЕМ Предлагают торсионный вихревой теплогенератор ВПД больше 100% Больше 100% Это до какой-то степени противоречит Нашим взглядам И нашим представлениям Прекрасным Противоречит больше 100% Нам не надо 900 Два по 200 и 500 Мы все-таки не хотим Устройство генерирующее тепло Слушай, подожди Догонять или обгонять Не знаю, понимаете Догонять, Сергей, чтобы колесо забрести Давай будем дремучими идиотами в лаптях Дремучими идиотами в лаптях Из ушей торчат волосы Из ушей растут волосы В бороде застряла яичница В бороде яичница, из ушей торчат волосы В лаптях, рыгая кислой капустой Вот так Мы, значит, идем И изобретаем телепортацию Сразу изобретаем телепортацию Сразу Понимаешь? Ну это стругацкие, Сергей Это стругацкие Уже какие-то такая баба Которая идет с кромыслом И так раз заходит И заходит в кабинку Значит, с этим кромыслом Телепортас У этого самого Чтобы тяжелые ведра не внестить Телепортас Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Я не шучу Важный Мы должны догонять То есть сначала построить дороги Возможно даже побриться Может быть начать иногда мыться в душе Ну то есть как бы догнать Или мы должны все-таки вот явить образ обгоняния Такой мужик в лаптях Рыгающий кислой капустой Которому не нужна ни хрена дорога Потому что он изобрел телепортацию 6-6-0-6-9-2 Мужик в лаптях с телепортацией 6-6-0-6-9-1 Сначала догнать 6-6-0-6-9-1 Попытаться догнать 6-6-0-6-9-1 Скопировать Пусть подражать Обезьянничать Быть повторюшкой Тетей Хрюшкой Не важно 6-6-0-6-9-1 Попытаться догнать 6-6-0-6-9-2 Никогда не догоним Не надо Надо сразу обогнать 6-6-0-6-9-2 Через минуту скажу вам результат Подъем Подъем С Сергеем Даренко На русской службе Новостей Я останавливаю это голосование Спасибо большое Значит догонять Догонять Тупо догонять Вот все скопировать Ну примерно Как в Европе 23,6% 23,6% Мне это кажется Очень горестным И я рад Что это меньшинство Мне кажется Горьким идея догонять Потому что догонять Значит надо встраиваться В чужие проекты Значит надо ломать себя Через колено Значит надо Все время быть вторичным Все время подражать Обезьянничать И в этом Конечно быть всегда Недоделанными теми Понятно да То есть быть Недоевропейцами Недоангличанами Быть суррогатными Американцами Все это Все это очень горестно И все это Невероятно третий мир Такой Нет сразу уже Приступать к обогонянию 76,4% Спасибо за дерзость Спасибо за смелость 76,4% Обгонять 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 Смело Слушайте Песню Я позволю себе песню Это считается Еще почти не выходной Но уже почти выходной Ну конечно уже почти выходной Почти выходной Газета ведомости Сегодня последний день Нам разрешено Нам разрешено Это мы сами себе придумали правила И сами же им следуем Нам разрешено Ставить музыку В выходные Когда мы работаем В выходные По программе Будний А так и работаем Мы и завтра работаем с Настей И третьего в понедельник Мы работаем с Настей Так вот Но сегодня мы Предположим Что уже почти выходные Давай шарахнем Вот эту песню Где ты Из которой ты Из которой я собственно Слизала вот этот запев Та-тира-та-та Поехали 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 Ukraine girls really knock me out, they leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout, Georgia's always on my mind. Moscow girls make me scream and shout, Georgia's always on my mind. Moscow girls make me scream and shout, Georgia's always on my mind. Moscow girls make me scream and shout, Georgia's always on my mind. Moscow girls make me scream and shout, Georgia's always on my mind. He said, I think it's not possible to send me out of the way. He said, I think it's not possible to send me out of the way. I don't know. I don't know. He said several things. He said, he's got a president's pool. He's got a president's pool. He's got a feeling. 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 That's what the hell is? Он собрал интеллектуальный хлам, а именно свой путинский пул журналистский. И он этому интеллектуальному хламу объяснял, что он не считает нежелательным, чтобы его уволили. И, во-вторых, Путин заявил, что он не скажет, кого они прочат в президенты в 2012 году, потому что если сейчас сказать, кого прочат, то все работать перестанут. И вот эти фразы удивительные надо разгадывать. Эти фразы удивительные надо разгадывать. Потому что я про себя не знаю, с чего бы ты бросил работать, узнав, кто будет президентом в 2012 году. Разве что Валерию Ильиничну Новодворску, если они прочат. Я не знаю. А почему? Почему? Надо бороться тройной силой, чтобы новому, так сказать, индивидуалу. Нет, я серьезно не понимаю, почему это так. Так вот, это сразу после 10. Сейчас 9 часов 52 минуты. Мы обращаемся к бирже. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.53, Лев Быстров, фонд РТС, РТС, да, фондовая биржа РТС. Лев, видите, я стал запинаться. Ну, ничего страшного. Лев, а вы все, вот сегодня и все, да? Да. А когда нам ждать вас? 11-го числа. 11-го, вторник. Лев, скажите, значит, вот и все русские биржи закрываются сегодня, и до 11-го. Ну, да, несмотря на то, что там на следующей неделе у нас масса данных выйдет по всем рынкам, по экономикам, но в целом, скорее всего, мировые площадки, можно сказать, еще будут раскачиваться. Лев, скажите, вы можете себе представить человека, который хотел бы торговать даже в эти дни? Через зарубежных брокеров это можно делать. А в России нет каких-то таких вот полуподпольных казино, которые будут открыты? Я имею в виду, я могу, например, позвониться? А, нет, да? На самом деле, во-первых, смысл пользоваться услугами таких компаний, потому что выгоды, скорее всего, ну, просто не получить никак. Ой, всегда думаешь про них, что они ничего не получат, потом они идут в Нигерию, как Ренессанс, и делают там 100% за год? Ну, развивающиеся экономики это позволяют, в том числе. Понимаете, да, вот поэтому, может быть, все-таки как-то изловчиться, или вы предлагаете все-таки штык в землю и пока поотдыхать? Нет, ну, если есть очень четкое желание, да, и понимание рынков, то кто мешает подключиться через любого брокера к мировым площадкам напрямую, торговать на Нью-Йорке, Лондоне и в Европе? Лев, скажите, вы, давайте, вот, ведь год до год, и до какой-то степени мы подводим итоги и пытаемся прозреть горизонты. Вот прозрите нам горизонты. Ну, на самом деле, горизонты сейчас обозначаются даже двумя с половиной тысячами пунктов по индексу РТС в следующем году, к концу следующего года, но также есть и более скромные, в принципе, и на текущих уровнях, и чуть выше двух тысяч пунктов, ну, сложно пока сказать, хотя... А вот это вот драматическое, всегдашнее русское движение, до 9 мая летим вверх, после 9 яма, и где-нибудь к концу августа начинаем выпиливать опять, вот так, неровно, или с горочкой, или как? Ну, ровного движения все-таки после такого четкого восходящего тренда в этом полугодии ждать не стоит никак. Ну, скажите, хоть до 9 мая будем лететь, 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 а потом падать, падать, падать? Ну, активность будет, вот это можно обещать точно. Будет, будет, будет. Спасибо, Лев, с Новым годом вас, Лев, спасибо за сотрудничество, и удачи вам, удачи, счастливо, до свидания. Это был Лев Быстров, аналитик фонда Биржи РТС, 9.56, движемся дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Только что, только что на перегоне между станциями метро Проспект Мира и Бабушкинская произошла драка между мужчиной и двумя неизвестными. Один из них ударил мужчину ножом в грудь. Он не скончался, госпитализирован. И что? И этих неизвестных ищут сейчас. Ищут, 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 ищут. Ищут, неизвестных ищут. Да, спасибо. Значит, 788-107-0 в движении. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Да, слушаю. Добрый день. Да, здравствуйте. Рязанка летит. Рязанка летит, и вы летите. А куда вы летите в это время? На Таганку, на работу. А, вот видите, кто-то еще работает. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло, здравствуйте. Где вы? Здравствуйте. Еду по Садовому кольцу. Движение в обе стороны свободное. Прекрасно, спасибо. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем. 10 часов 3 минуты, четверг, 30 декабря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анастасия Аношко. Ведущая программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Пока мы здесь работаем, неизвестные похитили из банкомата в Москве почти 1 миллион рублей. Это уже не первое. Знаете, за утро третье сообщение. Это уже не первые неизвестные. Уже не первые неизвестные. И познакомиться. Не первый банкомат. Пора бы уже и познакомиться с этими удивительными неизвестными, которые ездят по Москве, забирая из каждого банкомата миллион рублей. Почему они так тачечные? Можете объяснить? Почему они не берут больше? Да, они берут сироп за столько, сколько там лежит, я так понимаю. Вы думаете, все-таки они забирают все? Почему кладут сиропом миллиону? Да? Ах, вот как. Хорошо. Значит, в банкомате примерно миллион? Видимо, да. По крайней мере, будем знать. Вот полмиллиона, где-то поменьше осталось. Да, здесь есть. Хорошо. Значит, в свежеиспеченном банкомате лежит один миллион. А в более протухлых, уже, сказать, там, полмиллиона и по-всякому бывает. Правда же? Надо знать, на что идешь, товарищи. Мы должны изучать тему. Скажи, пожалуйста, значит, я обращаюсь к высказываниям Путина, которое он сделал в присутствии и вместе. Он созвал журналистов премьерского путинского пула, которые представляют собой, за редким исключением, блистательный, конечно, там, Колесников. Плюс еще один, впишите фамилию сами. То есть всего два хороших журналиста у Путина есть. Колесников. И еще впишите любую фамилию. Вы помните, как Ирида поссорила, конечно же, богинь олимпийских, подбросив им на праздник яблоко с надписью «Прекрасней». А 36 стратагем ссорит также два персика на трех военачальников, двум лучшим военачальникам. А, да? Да, ровно так. Нет, одна из 36 стратагем, когда... А что в китайском языке? Есть видео персика раздора? Нет? Персика раздора, не знаю. Я знаю, что были два персика, и возьмите себе два персика лучшие из вас. И один забирает и съедает, второй забирает и съедает, третий их упрекает, и они кончают жизнь самоубийством, потому что упрек справедлив. Упрек справедлив, третий самый большой герой. И третий, увидев смерть своих братьев-военачальников, от горя убивает себя. И таким образом все трое покончили с собою, а, собственно, в этом и была цель. Царедворца, который подарил им два персика. Понятно, да? От имени императора. Ну вот, такая вот непростая тема. Послушай, значит, весь этот интеллектуальный хлам, за исключением Колесникова, плюс еще один, собирается Путиным для того, чтобы объявить несколько вещей, которые они не в состоянии понять, безусловно. Но, которые они, подобно, знаешь, попугаю с третьей планеты, птица, как там, птица... А, да-да-да, говорун. Птица говорун. Подобно птице говорун с третьей планеты, эти люди должны запомнить слова Путина. Да, выразительные. Да-да-да. Они должны запомнить и передать это человечеству. Они так и поступают. Они говорят две вещи, которые следует разгадать. Путин говорит некоторую вещь очень важную. Он говорит, я не буду определяться, мы не будем, мы, Дмитрий Анатольевич, мы полагаем, не будем определяться с кандидатурой на выборы. А мы понимаем, что эта кандидатура обладает преимуществом существенным, да? Значит, ну, понятно, что там, так сказать, там может кто-то ей за позиции подать, но все равно преимущество существенное в силу нашего понимания русской политики все-таки у того, кого выберет власть. И вот он говорит, мы не будем пока никого не предлагать, внимание, потому что иначе никто не станет работать. Что это значит? Я начинаю думать, я начинаю думать, и я говорю себе, Настя, если, например, нам сообщают, президентом в 2012 году по согласованию правящих элит предлагается Дмитрий Анатольевич Медведев, который пойдет на свой второй мандат. Вы перестанете работать? Нет. Нет, я нет. А что это я должен перестать работать? Офигительно? Ну, нет, ну, офигительно, Медведев, хорошо, ну, что я должен переставать работать? Ну, да, даже если перестаньте, Путин же не случайно говорит эти слова, он говорит, понимая, что он сказал. Значит, если Медведев, то с какой стати мы перестанем работать? Дальше. Что, лопнет авторитет Путина? Нет. Если идет Медведев, разве Путин уроняет себя? Нет. Нет. Нет? Ну, ты думаешь, что нет? Если идет Медведев, то, вообще говоря, никто не перестанет работать. Значит, Путин имеет в виду иное. Теперь берем иное. Иное. Идет Путин в 2012 году. Так. Вы перестанете работать? Нет. Нет. Я не перестану работать, я поясню. И госслужащий не перестанет. И никто не перестанет. Никто не перестанет. Потому что сейчас незримо осеняет своим авторитетом Путин вот вообще все, что происходит в государстве, таким образом, что если будет объявлено, что он возвращается к президентскому посту, это никого не обрушит. Почему вы перестанете работать? Никто не перестанет работать. Сейчас скажет ему. Слушай, значит, при словах президента в 2012 году мы предлагаем избрать Дмитрия Анатольевича Медведева, мы говорим, правда, как интересно. Говорим мы, да? Да. Значит, при словах президентом в 2012 году мы предлагаем избрать Владимира Владимировича Путина, мы говорим, мы так и знали. Ну да, да. То есть мы так и знали. Ну и что? Ну и что? Ну и нормально. Ну в смысле, а мы что думали, что-то иначе что-ли будет? Ну все, значит, вот все. А почему мы прекратим работать, говорит Путин? Если вы узнаете, то вы прекратите работать. Что он имеет в виду? Может быть, он имеет в виду третьего? Что-то еще. Может быть, он имеет в виду третьего? И тогда мы будем уже ориентироваться на него? И не выполняем... То есть тогда мы пробросим, тогда мы пробросим нынешнюю власть, когда он назовет третьего совершенно иного. То есть я так понимаю. Друзья, ну это тоже с другой стороны посмотреть. Ну тоже невозможно, потому что третий иной, еще один, он будет все равно в рамках... В связке. Это будет не Думверат, а Триумверат. Ну и в общем авторитет остальных не уйдет. Он все равно будет член команды. Вот, конечно. То есть Путин намекает, что третьим будет не член команды? Да. И тогда... Ну какой-нибудь демок. Вот его, например, Путин говорит, мы здесь посовещались и с целью, то есть там, ну тут много мета-контекстов, может быть, на самом деле много, да? Да. С целью доказать, как вы будете скучать по нам, там, значит, это такая мечта о самоубийстве пятилетней девочки. Когда я умру, все... Да-да, вот они все поплачут. Когда я умру, они все заплачут. Да-да-да. Да-да-да. Значит, президентом мы предлагаем Эдуарда Вениаминовича Лимонова. И тогда да, тогда да, тогда все моментально пойдут на Яузу к Эдуарду Вениаминовичу, и все тогда просто пробросят... Заводить с ним дружбу? Ну, конечно. Ну, конечно, все вспомнят его телефон, ну, это 774... Перечитают. И так далее, понимаешь? Все его перечитают. Конечно, цитаты будут... Цитаты, да-да-да. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, когда он будет говорить, все будут так и сказать, скажите, пожалуйста, это у вас из русского? У него есть русская такая вещь, да? Это у вас из русского или это из книги воды? И Эдуард Вениаминович будет морщиться трудолюбиво и говорить... Ну, разумеется, не то и не иное, но сейчас не об этом будет говорить Эдуард Вениаминович. Страна же манища. Ну, вот послушай, правда же? Ну, вообще... Что имел в виду Путин? Что мы сейчас, если мы вам скажем, кто будет в 12-м году, то вы перестанете работать. Что он имел в виду? 7-8-8-107-0. Это правда. Это правда. В каком случае люди перестают работать? Ну, вот в каком случае вы перестанете работать? Вы, 7-8-8-107-0. Вы перестанете работать, узнав что? О, Чубайс, это, наверное, Чубайс. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Мне кажется, меня зовут Андрей. Да, Андрей. Мне кажется, Путин говорил не о нас, а о номенклатуре своей. Безусловно, точно, да, да, номенклатура. Чиновничная номенклатура, но при каких условиях номенклатура перестанет работать? Что это значит? Ну, если они сейчас объявят, то будут следующим президентом. Вокруг них достаточно много людей, которые тянут на свои места, вернее, на будущие места каких-то своих людей, те тянут еще каких-то людей. И... Алло, алло. Простите, вы отключились, но я хочу, если позволите реплику, сказать вам, что вам представляется слишком масштабным то, что вы описываете. Слишком масштабным. Понятно, да? Я не верю в то, что это так масштабно. Я не верю в то, что члены команды, прописанные в команде Путина, в команде Медведева, столько тащат собственных родственников, корешков и так далее. Это неправда. Это не так просто. Это в действительности, это не так. Понимаешь, да? И таких волнений евнухов, каких-то, значит, сказать, там, клика евнухов против клики евнухов, я бы не предвижу. Я абсолютно не предвижу. Нет, Путин имеет в виду что-то другое. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Меня Владимир зовут. О чем говорил Путин? Вот почему? Знаете, я очень согласен с предыдущим главком. Я, собственно, тоже самое хотел сказать, что это вопрос клановой борьбы. Это все-таки клика евнухов против клики евнухов. Ну, скорее, да. Я говорю об императорском китайском. Начнутся политические игры. Ну, например, подождите, ну, опишите, например, нам сейчас говорят по чесноку, говорят вот просто, знаете, мы, так сказать, видим, что, наверное, все-таки Дмитрий Анатольевич остается на второй мандат. Или нам говорят, знаете, ребята, сказать, там вот мы посовещались, и Владимир Владимирович возвращается. Ну, и что меняется, ничего не меняется? Нет, просто по определенным вопросам политический вес сторонников Медведя увеличивается. Да. Вот, соответственно, ну, это... Воспаряет Юргенс. И? Это, ну, знаете, сложно описывать политические игры. Одни, может быть, какие-то тонкости, да, которые в каждом конкретном случае могут сыграть, исходя из внутреннего ощущения. Это ты можешь делать или это ты не можешь делать? Я понял. То есть они воспаряют и делаются дерзкими и смелыми, а остальные все прижимают хвоста и начинают покупать недвижимость в Баден-Бадене. Как вариант. Ну да, может быть. Я все равно вижу эту опасность преувеличенной. Я все равно вижу эту опасность преувеличенной. Понимаешь? Мне кажется, совершенно ожидаемый один из двух ответов. Оба ответа ожидаемы. И оба ответа таковы, что мы к ним подготовились. И оба ответа, Путин или Медведев, таковы, что мы в любом случае воскликнем, мы так и знали. Понимаешь? Ну и все, и все, и все. Я не понимаю, почему сказал Путин, что если сейчас сказать вам правильную букву в этом слове, то вы перестанете работать. Уж не имел ли он в виду, правда, что он Лимонова, прочего-то во власти. Я не понимаю, честное слово. Ведемся через минуту. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Неожиданная мысль у меня есть. Ведь Путин сказал вторую вещь, очень важную, принципиально важную. Он, отвечая на один из вопросов, сказал, что он не считал бы целесообразным отставку правительства, то есть его Путина в одиннадцатом году. До выборов, он сказал, да. До выборов не считал бы целесообразным. Он сказал, вот придет новый и будет формировать новое правительство. А вот это вместе неожиданно может означать, что папа не хочет нас волновать тем заранее, что он собирается уйти. Уйти. Совсем уйти. Папа собирается уйти. Вот смотри тогда фраза, как складывается. Смотри, две фразы. До выборов все-таки правительство будет как есть. То есть я остаюсь, до выборов я остаюсь премьером. Первая фраза. До выборов я буду премьером. То есть до марта двенадцатого года я буду премьером. Он говорит. И дальше тогда сшивается. Если сейчас сказать, чем дело кончится, то все перестанут работать. То есть папа нам говорит, я, я, папа, в общем, собираюсь съехать. Но, честно говоря, я не хотел бы, чтобы бедлам начался уже сегодня. И вожжи пока о моих руках. Так? Да, интересно. А, как вы говорите, папа уходит, и тогда все уходят к нему? Или кто-то остается? Ну нет, почему, почему, почему? Как раз папа сообщает, что если я вам честно скажу, что я свалю. Я устал, но я ухожу. Если сейчас папа скажет, то вы просто возьмете спички, ножницы и станете бегать по дому, поджигая занавески. Понимаете? Папа как бы говорит, уже я вас знаю. Вы же начнете идиотничать, папа говорит. Да? Поэтому он говорит, я, я здесь. Значит, ремень у меня в руке. Если надо, выпарю. Да? Значит, острастку дам. Поэтому я вам честно не скажу пока что. И я больше скажу. До самых выборов я буду здесь с ремнем и с плеткой. Говорит папа. Понятно, да? Да. Вот тогда складывается, если только Путин собирается уйти, и тогда он, и уйти вовсе от активной какой-то деятельности, и, может быть, посвятить себя скорее фортепиано. И оставить все просто вот. Вот все оставить, потому что фортепиано, потому что, значит, потому что много в жизни радости, так сказать, там и так далее. А если скайзов блю, будем ждать много кого-нибудь. Да, 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 да. Понимаешь? Да, кстати говоря, про репертуар Бабу-Ягу, вот эту вот как-то, напой еще раз. Три-та-та-ри-та. Ну ладно, Сергей. Три-та-ри-та-ри-та. Ну спой, пожалуйста. Та-ти-ра-ти. Та-та-та-ти. Да, вот это мы... Вот это. Я выложу в блоге на РСН название композиции. Да, очень много людей нам пишут, пожалуйста, ребята, выложите. Значит, Настя выложит в блоге на РСН, только, ребят, дайте ей доработать. В 11 Настенька пойдет, пойдет выкладывать все это, а до 11 она у меня арбайтен шнелле шнелле, я ей не разрешаю тут расслабляться. Ну так вот. Да, значит, понимаешь, да, о чем речь? Вот тогда все понятно. 7-8-8-107-0. У вас, давайте поспорим, давайте поспорим. Вот у меня есть версия этих слов Путина, которые не обязательно надо толковать, ведь Путин на что-то намекнул в надежде, что мы умные. Тем более год какой, год кролика, это год умных людей. Ну, ты знаешь, да, с 3 февраля начинается. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Да, Марина. Вы знаете, я немножко про другое хотела сказать, вот Колесников. Да нет, пожалуйста, Марина, я не обсуждаю здесь Колесникова, это не личное, не соврание по личному делу. Да, Колесников. Колесникову, кстати, если бы вы обратили внимание, Путин все время намекает на фривольность Колесникова. Вы не обратили внимание, Марина? Вы не обратили внимание, Анастасия? На фривольность Колесникова. Путин много раз, нет, секунду, нет, нет, на его широкий open mind in sexual questions, я бы сказал, на open mind все время намекает Путин, все время. Нет, не обратила. Два или три раза, два или три раза, значит, Колесникову Путин намекал на то, и сам Колесников об этом гордо писал, что Путин полагает Колесникова человеком с очень широкими взглядами на сексуальность. Да? Да. Даже, может быть, на некую расслабленность в этих вопросах, нестрогость к себе. Равнодушие. Да. Равнодушие к себе, я бы сказал. К себе, на вторую очередь. Да, да, да. 7-8-8-7-0. Алло, здравствуйте, да. Добрый день, Андрей. Да, Андрей. По поводу варианта, да, почему Путин сказал так, да? Да. Ну, моя мысль такая, что, как бы, сказать, чтобы люди заранее уже, будет неинтересно просто узнать, кто... Спасибо. Слушайте, значит, давайте-ка вот что. Значит, Путин уйдет, будет война, пишет 48-й. Ну, сказал и сказал, мало ли что он говорил. Нет. Путин не мало ли что говорил. Послушайте, ну что вы, ну зачем вы? Ну, человек решает, человек решает, принимает, вернее, решение, касающееся судьбы, судеб, десяток миллионов человек. Ну, почему вы считаете, что его слова не надо, по крайней мере, немножко подержать во рту, прежде чем проглотить? Чуть-чуть верхнее небо и прочее. Мало ли что он там сказал, говорят мне. Нет, давайте, давайте, давайте посмакуем. Чего вы? А если это операция прикрытия, пишет Евгений? Может быть, дымовая завеса. Но он все откровеннее, он все больше при фортепиано. Папа идет в президенты, говорит Тома. Вы что, не понимаете, 99-й? Не понимаю. 7-8-8-10-7-0. Давайте, вот смотрите, вот что говорит Путин. Я предлагаю вам голосование. Я предлагаю вам голосование по-честному. Все. Значит, папа идет в президенты, считает Тома. Папа уйдет, будет война. Считает 48-й. Хорошо, голосование. Путин сказал, что считает нецелесообразным, видел бы нецелесообразным увольнение его, Путина, то есть увольнение правительства и его, Путина, премьер-министра, до самых выборов президента 2012 года, по крайней мере. И Путин считает нецелесообразным объявлять, кто будет в 2012 году предложен властью в президенты. А мы понимаем, что это почти автоматически, значит, выбран. Значит, считает нецелесообразным объявлять, кто будет предложен властью в президенты, потому что иначе никто не станет работать. То есть начнется развал, как бы, бюрократии, да? Значит, я думаю, что эти слова могут означать, что папа прикрывает, собственно, собственный уход. Папа будет уходить в 2012 году, в марте, куда-то вот так далеко, как Сардиния, так далеко, как яхта. В бизнес? Нет, нет, нет. Сначала отдохнуть, мать, ну сначала отдохнуть, но потом уже и бизнес. Значит, какие-то шесть месяцев жалких на Сардинии, потом можно уже и отдыхать, понимаешь? Ну вот, начать отдыхать. То есть сначала посмаковать, потом поотдыхать, а уж потом бизнес. Ну да, да. Ну зачем ему бизнес, я не понимаю? Ну зачем бизнес, когда блистательные перспективы в блюзе, блистательные перспективы и так далее? Зачем бизнес, я не понимаю? Зачем это? Ну зачем это? Как-то, знаете, чувство потом опустошенности, когда вроде как сдал экзамен, выходишь или как-то... Нет, ну что залчность какая-то такая, ну зачем ты? Ну не из этого мира, чтобы вот дрожать за копейку. Понимаешь? Значит, все. Так, папа, папа прикрывает уход. 6-6-0 на 6-9-1. Путин собирается уйти, поэтому он говорит, что он не скажет кто, а иначе он... 6-6-0 на 6-9-1. Не скажет кто, иначе все начнет разваливаться. Папа прикрывает свой отход. Папа пока говорит, что вожжи у него в руках и все окей. 6-6-0 на 6-9-1. Нет, это вообще, это все ровно наоборот. Это дымовая завеса, и папа собирается вернуться. 6-6-0 на 6-9-2. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Обзор печати. Обзор печати. Анастасия Аножко, Настя, быстрые результаты голосования. Мне удалось поймать очень выгодные для вас результаты голосования. Для меня? Для вас, потому что вы любите округлять, да. Значит, 33-2 десятых. 33-2 десятых Путин просто уходит вовсе. 33-2 десятых. Он говорит, я не могу сейчас сказать вам, что я уйду, иначе вы начнете бегать по дому со спичками и ножницами, идиоты. Я вам скажу, что я уйду чуть попозже. Значит, это так думают, 33-2 процента. Нет, это дымовая завеса, Путин возвращается. Это просто Путин возвращается. Папа снова придет к нам, 66-8 процента. Понятно? Все, что пишет пресса? Пресса занимается предновогодними вот этими всеми заботами. Во-первых, она не выходит. Практически большинство газет сошли с дистанции. Остались ведомости, которые сегодня в последний раз до 11 января выходят. Ведомости задают вопрос, кто будет следующим президентом, Путин или Медведев, не предоставляя нам никакой другой альтернативы. Также ведомости еще раз рассказывают нам о пенсиях. Вы знаете, в пенсионном фонде денег не хватает. С 1 января ставка взносов по России станет чуть ли не самой высокой среди развитых стран. Но пенсии останутся не самыми действительно высокими среди развитых стран. Об этой ситуации тоже ведомости пишут подробнее. Выехали на хламе. Это итоги по продажам автомобилей. В 2010 году программа утилизации позволила российскому авторынку пережить кризис. Но на самом деле до сих пор систему, собственно, утилизации автомобильного, так называемого, хлама так и не была создана. Смотрите сегодняшние ведомости. Далее еще известие. А теперь дискотека, сказал Медведев, поблагодарив членов правительства за работу и поздравил их с Новым годом. Там все собирались и друг друга благодарили за хорошо выполненную работу. То есть Медведев поблагодарил кабинет министров и Путина и сказал в конце этой встречи, а теперь дискотека. Но Путин в то же время тоже встречался. Встречался, поехал на заседание президиума правительства, которое больше напоминало заседание оперативного штаба МЧС. И пролившийся на столице ледяной дождь, вы знаете, пролизал работу московских аэропортов. Тысячи пассажиров стали заложниками этой ситуации. И, в общем, премьер-министр начал принимать какие-то ручные опять меры управления. Стал распекать виновных за... То есть как не распекать, а просто представителей аэропортов стал упрекать в том, что они вот ничего не предприняли, чтобы остановить поток людей в обесточенный аэропорт Домодедова. Ну и ответ ему было молчание. И теперь вот сейчас говорят, что все нормализовалось на ленте новостей. По крайней мере, сегодня с утра было сообщение, что Домодедово работает в штатном режиме. Следователи закончили с Алтыном. Это дело Антонина Бабасюк, которая обвиняется в организации крупномасштабной контрабанды золотыми украшениями. В защите понадобится более трех месяцев, чтобы ознакомиться с шестью десятью томами материалов, после чего громкое дело отправится в суд. То есть аресты до 7 апреля 2011 года Бабасюк продлили. Московские пробки вчера имели протяженность более трех тысяч километров. Да? Километров. Это примерно расстояние до Барселоны. Русский мобильник с китайским акцентом. Тоже статья в известях. Следующей весной уже в продажу поступит первый российский мобильный телефон, который будет стоить... смартфон, который будет стоить чуть больше десяти тысяч рублей. Очень познавательная статья с названием «Петарда» взорвалась во рту про то, как люди у нас страдают от «Петард». И, в общем, посмотрите, прежде чем покупать или пользоваться всей пиротехникой, которая, кстати, сказать в некоторых странах запрещена вовсе, пожалуйста, посмотрите сегодняшнее известие, будьте, пожалуйста, осторожны. Выстрел последний достается самому любопытному и так далее. Не заглядывайте в аттракцион под названием «Римские свечи», потому что там всегда что-то может остаться и выстрелить как раз вам не в бровь, а именно в глаз. Ну, и еще сегодня статья Аминкина в МК. Как всегда, судья Данилкин продолжает оглашать новогодний подарок Владимиру Владимировичу, который так и называется «Приговор Ходорковскому и Лебедеву». Ну, и в газете «Ру» колонка, которая рассказывает, за что все-таки жену и дочь Ходорковского выдворились суда, оказывается, за то, что они переглянулись и улыбнулись. Это был обзор прессы с Анастасией Аножко. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 10.33 минуты, четверг, 30 декабря. Русская служба новостей. Право знать. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. Настя расспрашивает меня, как я именно встречаю во время боя курантов в Новый год. Вот, Настя, я не загадываю фактические желания, вот как бы, ну, они не должны быть сформулированы. Во-первых, я узнала, что вы его слушаете, этот бой курантов. Бой курантов я слушаю. Значит, дальше. Я не загадываю конкретных желаний. То есть у меня нет отношения с судьбой или со временем, если угодно, или с создателем, если угодно. Ну, черт его знает с чем, короче. У меня нет отношений таких вот расставщических. Нет. Клиентских тоже нет. Так, у меня только расставщические. Клиентские. Да, да, да. Но они были выполнены. Правда? Нет, у меня нет. У меня нет. Я все-таки здесь вот такой, как вам сказать, я тотально, я тотально погружаюсь в благопожелание некое вообще. Ну, да, да. В некое вообще благопожелание, созерцательность, такую невербальную, понимаешь, вот невербальное благопожелание, некое ощущение благости, я бы сказал, я погружаюсь в некий чань сознания, в некое такое метафизическое состояние, понимаешь? И вот оттуда я как бы посылаю благопожелание всему сущему и всему несущему вот сразу-сразу вперед и назад из этой точки. Вот так я поступаю. Это не мистическое состояние абсолютно, но вот так, да. А что, а как надо, скажи, пожалуйста? Нет, я не знаю, у каждого, наверное, по-своему. Наверное, так и надо, как вы делаете. Да. Потому что, понимаешь, я тебе сейчас объясню. Если ты исповедуешь некие восточные философии и восточное понимание космологии, то ты не смеешь просить, ты не смеешь просить, потому что это довольно глупо, просить. Вот с точки зрения восточных космологических взглядов. Что ты можешь просить? Чтобы ты в грядущей жизни сделалась немножко кузнечика, а печенью крысы? Что именно ты хочешь просить? Понимаешь, да? Это глупо. И это, вообще говоря, не зависит от просьб. Это зависит скорее от твоих поступков в ряде религий. Значит, с точки зрения китайского Нового года... А зачем вы монетки тогда подкладываете на эти? Внимание, с точки зрения китайского Нового года... С точки зрения китайского Нового года... Хозяева судьбы улетают на небо, да, кладывать правителю у вас. То есть ваши домовые, ваши домовые, которые за вами присматривают... В отъезде. Они в отъезде, поэтому просить некого, честно говоря. Попросту нет адресата. Вы не можете попросить, потому что нефиг некого просить, потому что все там на небе собрались. Поэтому если только написать на желтой бумаге и сжечь, чтобы дым вознес ваше благопожелание. Вот так можно. Но по-другому никак, понимаешь? Ну вот. Значит, с точки зрения... С точки зрения воззрений совсем таких вот, как бы это сказать, неперсонифицированного Бога. Такого вот совсем дао-дао, который нельзя позвать, нельзя познать, нельзя назвать. Вообще говоря, все уже состоялось. И книги судеб написаны. С точки зрения Суфиев, кстати, тоже. Книги судеб написаны. Поэтому все твои дурацкие причитания никого не интересуют. Твое дело доиграть или досмотреть, как ты играешь свою роль. Если по существу ты просто смотришь свою судьбу, как некое кино. Понятно, да? Да. Потому что твоя книга судеб написана. До свидания. Твои просьбы идиотские никого не интересуют. Понятно, да? Значит, с точки зрения аврамических религий, в том числе христианских, просить... Ну как? О чем просить? Ведь спрошено было Христа. Спрошено было Христа, как следует молиться. То есть, строго говоря, о чем следует просить? Да. Христа спросили, о чем следует просить. И он не говорил ни слова, ни про геморрой, ни про запор, ни про похмел. Ничего никакого не говорил Христос. Христос научил просить всегда одинаково. Отче наш, и же и си на небеси. Все. Понятно, да? Все остальное есть морока, выдумка и вредное язычество. Ничего, кроме да исполнится воля твоя, ты просить не можешь. С точки зрения Христа. Правильно? Ну да. Ну и нахрен просить, когда все равно нечего просить тогда, извините. С точки зрения любой религии просить нечего. Точка. Как христианин ты можешь сказать, как христианка ты можешь сказать, да исполнится воля твоя. Все, раз. Может быть я не... Не очень христианка? Прошу у курантов, а не у... Какого-нибудь так. Какого насть. Какая-то хитрая. Вы просите, скажите мне, пожалуйста. А вы, вот мы этот разговор, возможно, вот такой предпраздничный. Да это просто бред, но прикольный бред, говорит 83-й. Что бред? Что бред? Загадывать желание, наверное. Что бред? А, прикольно, но бред, в смысле просить, но благопожелание само... Ну вообще вот эта традиция. Нет, преисполнится благопожелание можно, если вы христиане, сказать, да исполнится воля твоя, можно. Но, извините, а чего? А с точки зрения суфия, книга судебно описана. И так далее. Алло, здравствуйте, я прошу вас. Да. Алло. А вы чего просите? Алло. Вы чего просите? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да, вы знаете, я христианин православный, совершенно верный. Только Господь молитва, которая... А вот когда куранты... А вот когда куранты... Мы должны молиться Богу и... Скажите, а когда куранты бьют, вы загадываете или просто просите, чтобы исполнилась воля его? Нет, надо просто умолить и просить Господа Бога, что нам не послал такую землю прекрасную для... А зачем? Господь послал землю для того, чтобы люди жили как в раю. Понимаете? Нет, нет, конечно, глубоко ошибочная точка зрения. Господь послал вас сюда для испытания, как будто вы не в курсе. Зачем вы выдумываете? И царствие его не от мира сего. Эта земля есть царствие сатаны, князя мира сего. А здесь, понимаете, вас послали для испытания. Совершенно не в курсе собственной доктрины. И, пожалуйста, изучайте все-таки повнимательнее первоисточники. Слушайте, давайте мы сейчас разлучимся на минуту, и давайте попробуем все равно вас спросить. Вот вы, как Настя, загадываете что-то конкретное под бой курантов, 6600691. Абсолютно конкретизируете, например. Хочу шубу... Господи, сердце. Соболин. Норковую. Норковую. Три штуки. Слушайте, как куртка замшевая. Три. Вот. Иван Васильевич. Магнитафон импортный. Магнитафон импортный. Три. Да. Вы конкретно загадываете 6600691. Или вы исполняетесь благопожелания какого-то, вообще благопожелания, некой готовности принять время. Потому что это, ну, вот так. Договоримся, что Новый год это врата времени. Вот вы загадываете конкретные, абсолютно конкретные вещи. Чтоб сын Уля поступил в институт, там еще что-нибудь. Или... Ай-пэд, мне ай-пэд. Ай-пэд, мне ай-пэд. Или вы преисполняетесь благопожелания самого общего свойства. Благопожелания общего свойства таким образом, чтобы вы просто с улыбкой прошли во врата времени. Вот 6600692. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Сергеем. Даренко. Найросен. Мы продолжаем. Настя Аножко. Настя, значит, смотрите. Я остановлю голосование. Смотрите, сколько у нас философов потрясающих. А вы думали. 29,6. 29,6% преисполнены вульгарного материализма. Ну, они просто застеснялись. 29,6%. Ну, после вашей речи. Да. 29,6% упорствуют в вульгарном материализме. При этом 70,4% преисполнились фатализма. После вашей речи. Я в этом году тоже преисполнена. Больше того, я бы сказал. Так, счастливого фатализма. Счастливого фатализма. С улыбкой Будды Монтреи войдут они во врата времени. Стоять перед салатом оливье и излучать. И излучать ежиеси на небеси. Да исполнится вольт. Да приедет царство. И все. И больше ничего не надо. И все остальное от лукавого. И желать себе норковую шубку, это так пошло. Желайте сразу саболину. Желайте сразу саболину. Конечно. Сайбириан фур какой-нибудь. Понимаешь? Выращенный где-нибудь в районе Хэй-Хэ. На специальных феррах. А они этим занимаются? Ну, конечно. Абсолютно. Конечно. О чем вы говорите? Ну, конечно. Притом, чем южнее, тем больше сайбириан. Тем больше фур. Тем более он сайбириан. Где-нибудь в Гуанчжоу. Там уже решительно сайбириан фур уже начинается. Понимаешь? Чуть севернее еще не так север сайбириан. А уже к югу, к югу, к югу. И там, где уже тропик, там уже совсем сайбириан фур начинается. Понимаешь? Да. Чего так не выдумают люди. Хорошо. У нас целая куча тем. Знаете что? Извините, пожалуйста, я вижу, как вы звоните. Я вижу, как много звонков. Пожалуйста, пожалуйста, простите нас. У нас просто еще довольно много всяких интересных тем. Вы еще завтра, наверное, пройти все. Про загадывание. Про загадывание завтра еще будем. Да, завтра загадывать станем. Значит, во-первых, слушайте. Есть статистика, сколько убиты травматикой. За последние пять лет в результате применения травматического оружия в России убито 65 человек. Сообщает РАПСИ. Леонид Веденов из МВД. Такой есть мужчина. И он посчитал их всех на пальцах. И всего пальцев оказалось 65. Прикинь? Значит, вот так. Аннулировано сколько-то лицензий и так далее. Так вопрос о травматике. Продолжайте думать, мы не будем это обсуждать. Вообще говоря, травматика все чаще фигурирует в убийствах. Еще тема. Более 20 тысяч человек остаются без света в Подмосковье, сообщает русская служба новостей. rsnrusnovosti.ru Значит, вы знаете, что у нас PDA-сайт еще образовался? Да, я слышала рекламу, конечно. PDA, PDA. Да-да-да. То есть нас теперь можно смотреть с мобильных телефонов очень легко. Ну вот. Ну и там и Twitter, и просто еще PDA-сайт. А аварийные бригады пятые сутки продолжают работать по восстановлению электроснабжения в Московской области. Но 20 тысяч человек кукуют просто совершенно при лучине. При свете лучины, понимаешь? Ну вот. Значит, дальше. Это важное сообщение. Еще. На кардиолога Ивана Хренова подали в суд за клевету. Да. Как сообщил Иван Хренов русской службе новостей, повестка с иском за клевету пришла к кардиологу из арбитражного суда. Скажи на милость. Попадает. Скажи на милость. Сам Хренов. Нет, подожди, подожди. Коллеги, коллеги, больницы. Да, 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 да. Слушай меня. Значит, проблема. Вот если ты Хренов. Да. Например. Например. Вопрос. Зачем лгать-то? Вот для чего он мог лгать? Вот я не понимаю. Я не верю в то, что он лгал. Да, вот так взять, прорваться. Ну вот слушай. Взять, прорваться, ажник на премьера. Вот я бы прорвался к Путину. Я бы сейчас прорвался к Путину. Слышишь? И сказал бы, а ножка рыжая. Путин бы сказал, этого не может быть. Я прикажу проверить. Значит, мгновенно проверяют. Мгновенно проверяют. Путин мне говорит, Сережа, а зачем ты лгал? Я говорю, хрен знает. Ну вот Хренов вряд ли. Хренов вряд ли лгал. Вряд ли. Ну зачем ему надо было лгать Хренову? Нет, там не так. Он говорит, зачем вы врете? А он говорит, ну все-таки, может быть, когда-то она была в детстве. Может быть, рыжая. Сейчас несколько рыжих волосков осталось. Ну то есть там такая не очень глазочная история. Историю с Хреновым подробненько, подробненько, приподробненько прочитала Настя. Значит, ребят, ну там начинаются какие-то препирательства. Как можно мотивировать поступок Хренова? Он в известиях давал комментарии. Ну скажите, да, ну скажите. Когда там в среду или во вторник он говорил. Его говорят, ну, ему говорят, вас не смущает, что вот результаты проверки вот такие? Не подтвердились ваши слова? Да. А он говорит, нет, я этого примерно и ожидал. Он говорит. И некоторые факты из того, что я сказал, действительно подтвердились. Например, зарплаты, правда, низкие. Ниже, чем вот там премьеру говорили. То есть он как-то вот так. Ему говорят, а вам, ну, там прямого вопроса не было, зачем вам это нужно было, не стыдно ли вам? Он говорит, я рад, все равно, что была проверка, вообще у нас все плохо в этой отрасли и так далее. Как-то вот он не смущается даже. То есть вообще не очень понятно, действительно ли, то ли там все подбили опять, и проверка была тоже такая. Довольно странно. Довольно странно, но согласитесь. Вот как дела обстоят, может быть? А? Чего, чего, чего? Ну вот как по-настоящему в этой больнице дела обстоят? У вас есть субъективное ощущение? Вот мы не знаем. У меня субъективное ощущение, что Хренов здоровый человек. Будучи здоровым человеком, он пробился к премьеру. Пробившись же к премьеру, я верю в то, что он не начал лгать. Нет, не начал. То есть я верю Хренову. Я ему верю. Понятно, да? Да. Мне кажется, абсурдная идея пробиться к премьеру и начинать нести в туфту. Ну пойми ты. Ну это же кажется. Ну мне кажется, что это абсурд. Главное, ему перезвонили, спросили, вы готовы в прямом эфире повторить? Он сказал, да. Помните всю эту историю? Да. Значит, послушайте, теперь на Хренова подают в суд. Я не считаю, что он лгал. Вот потому, что мне кажется, что если он лгал, то надо тогда тут же признать, что он сумасшедший. Не меняем это абсолютно. А он вроде бы не сумасшедший. Так, Путин пообещал проверить заявление Навального о распилах транснефти. Он сказал, что огульно пока не надо, но проверять надо. Даже огульно надо проверять, но огульно не надо охаривать. Понимаешь? Да. Ну вот. Значит, вот здесь есть нюанс. То есть до Путина доходят всякие интернет-истории не напрямую, а вечно через всяких чтецов и окружающих его евнухов доходят какие-то истории. И все-таки Путин теперь напустит каких-то там бульдогов и овчарок на вот эту самую транснефть. Отчего, я думаю, Навальный должен прийти в восторг. Конечно. Правда же? Да. Ну вот. Это еще одна новость. Сегодняшняя, и еще, простите, вещь, которую мы не успели обсудить, Тамбовский волк. Да, да. Тамбовский волк. Ну расскажите же, пожалуйста. 15 миллионов рублей. Это что? На закупках Ньюс. Выделяют. 15 миллионов это сколько? 15 миллионов рублей, это вам в чем сказать? Ну в долларах, конечно, мамочка. Если у нас замглавы Центробанка в долларах рассуждают. Это 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов. Спасибо тебе большое. Ну да, но если по 30. 15 миллионов, 30 миллионов, послушайте, 30 миллионов рублей, это миллион. Значит, это 500 тысяч долларов. Спасибо тебе большое. 500 тысяч долларов собираются истратить тамбовские люди. Для чего? Для того, чтобы провести научное исследование, разработка и реализацию комплексной системы ребрендинга Тамбовской области. Ребрендинг Тамбовской области. На период до 15-го года. Дальше, может быть, еще один будет ребрендинг. Смотрите, 500 тысяч рублей, то есть 500 тысяч долларов, простите, дает Тамбов ради ребрендинга Тамбова. То есть Тамбов, дайте слоган сейчас, и вам 500 тысяч долларов следует получить в Тамбове. Пожалуйста, дайте ребрендинговый слоган. Тамбов, это не тамбовский волк тебе, товарищ. Это Тамбовская область на международный уровень? Да, да, да. Это я цитирую. Тамбов сегодня вспоминается нам двумя пассажами. Первый, это Тамбовский волк тебе, товарищ. Второй, бачи фохчу тамбох. Вот такая есть песня. Бачи фохчу тамбох, кисочки-чики-чики-чики-та. Вот это вот, да. Значит, вот это вот. И там почему-то вместо тамбор, то есть барабан, подставлен Тамбов в качестве барабана. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Доброе утро, Сергей, доброе утро, Настя. Дайте нам слоган для Тамбова. У меня такой слоган. Грызлов грызет Тамбов. Да, почему? А почему? Не очень понятно. Они хотят выйти на международный рынок. Ну, его слоган. Грызлов грызет Козлов, допустим. Слушайте, но это же на международный рынок их никак не выведет. Тамбов хочет блистать на международной сцене. Позиционирование новых брендов области. Да, 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 нет, не говорится. Там все серьезно. Тамбов, город Тамбов хочет блистать среди городов мира вот так. Например, Сан-Паулу, Мехико, Тамбов, Нью-Йорк. Понятно, да? Что? Погода будет на международных каналах показывать. Алло, здравствуйте, да, да, здравствуйте. А в Тамбове? Здравствуйте. Да, слоган для Тамбова. Меня зовут Сергей. Тамбовский волк всем товарищам. Вот, конечно. Следует опираться на прежние слоганы. Правда же? Безусловно, это же брендинг. Они переделывают все по новой. Тамбей. Вот, Тамбей еще, да. Тамбов столица картофельных богов, Максим. Нью-Васюки 36-й. Нет, Нью-Васюки это приговор. Сформирование, слушайте, нужно еще сделать сформированные предложения по использованию конкурентных преимуществ в Тамбовской области. Вот нужно, послушайте, Тамбов выходит на международный уровень. 500 тысяч долларов за ребрендинг. Пока они ассоциируются с Тамбовским волком. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы из Тамбова? Нет, это здесь. Сергей, послушайте, пожалуйста. Нет. Я вот по поводу этого вот кардиолога. Да нет, нет, мы уже проехали, мы уже проехали. 7-8-8-8-7-0. 7-8-8-8-7-0. Тамбов как барабан в песне «Бачи-фохчу Тамбов». «Песо-ачики-чики-чики-чики-так». Это первое. И Тамбов как Тамбовский волк, вот, собственно говоря. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Добрый день. Да, давайте. Меня зовут Сергей, я, в общем-то, очень хорошо знаю Тамбов. Да, прошу вас. Я считаю, что личный слоган для Тамбова – Тамбов – Серб. Потому что это одна из центральных областей. Сердца России. Я хочу вам сказать, что недавно Тамбов блеснул, если вы не в курсе, то центр маршавской собачной фабрики повесился в своей камере, потому что при обыске у него нашли не сейф, а у него нашли целую комнату, набитую наличными деньгами. Там было не много, не мало 900 миллионов рублей, 30 миллионов долларов. Скажите, на милость, как это интеллигентно – не сейф, а целую комнату считать сейфом? Да, набитая была комната от потолка до пола. Да, 900 миллионов рублей он был член. У директора Тамбовской маршанской фабрики какой-то вы говорите? Да, там маршанская табачная фабрика. Послушайте, как это перекликается с Джуанзе. У Джуанзе есть слова о сундуке, в котором ты хранишь богатство. Не помните? Я вам напомню. Напомню. Значит, там есть такое. Сделай сундук и набей его драгоценностями, и, значит, вор развяжет узлы и с ними такого. Сделай гигантский сундук, и придет гигантский вор, который будет беспокоиться только об одном – чтобы запоры были крепкие, когда он уносит твой сундук. И тогда, и тогда, и тогда, слушай, и тогда, и тогда там впоследствии он говорит – спрячь Поднебесную в Поднебесной. То есть, если бы этот тамбовский вор забил бы всю Поднебесную, в данном случае Россию, своими деньгами, их бы никто не смог украсть. Самое интересное, вы знаете, что он был привлечен к уголовной ответственности за то, что человека, который был должен ему 28 миллионов рублей, он содержал напротив этой комнаты в течение года, и тот подвергался истязаниям постоянно в подвале. Как это забавно. Такая милая история. Согласитесь, это забавно. Это позволяет ребрендингам самые широкие возможности для ребрендинга. Добро пожаловать в Средневековье, я считаю, можно. Добро пожаловать домой, сынок. Да. Юрий Петров. Вы говорите о Юрии Петрове, который родился 8 февраля 1963 года, затем окончил Тамбовский государственный педагогический институт по профессии истории советское право. Он кандидат наук и кандидат экономических наук, и он избирался депутатом областной думы. Он награжден медалью Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского, орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского 3 степени, медалью Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 2 степени. То есть он орденоносец Русской Православной Церкви. И у него была целая комната с деньгами, и еще в соседней комнате он пытал своего несостоявшегося делового партнера. Теперь он повесился. 10 дней назад это все произошло. Он повесился 10 дней назад. Да. Ну да, это он блистал. Да, есть, есть тема для ребрендинга. 10.55, поехали дальше. Русская служба новостей. В движении. В движении, если позволите вы, к сожалению, эта рубрика, я понимаю, что движение роскошное, всех с этим поздравляю, и страшно-страшно благодарю за то, что вы уехали все к чертовой матери в Хургаду. Послушайте, на секундочку. Прокуратура Челябинска выявила нарушение бюджетного антимонопольного законодательства при покупке представительского автомобиля BMW свыше 6 миллионов рублей для председателя Челябинской городской думы. Господин Машарова сообщает пресс-центр прокуратуры региона. Стали щипать за попку этих вот глав представительной власти. Я всегда подозревал, что они сукины дети, товарищи. Я всегда подозревал, что вот эта представительная власть... А дайте в чем нарушение? Не в том, что 6 миллионов, а в том, что всего один участник был допущен. Через нее все паскудство на Руси. Вот купили BMW за 6 миллионов рублей для какой-то представительной власти. Это главный депутатишка их, Челябинский. Председатель города. Бху ты, господи, стыдно говорить об этом. Так вот что, Анастасия Аножко провела этот выпуск. Завтра мы работаем, 3 января работаем и далее везде все время работаем. И 7 января у нас пятница. Ну и так далее мы работаем. Понятно, да? Вячеслав Петров расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу его этот четверг, 30 декабря.